В лаборатории теоретической физики, объединенная в лейтерных физике этого исследования, то есть в тупне, он нам расскажет про некую непертопадентную модель КХТ-глокома, которая объединяет к этому конфайденцию, нарушение амперальной системе Андрея, в чем-то все ровное звучит. — Во-первых, хочу поблагодарить за возможность выступить на вашем семинаре, и, честно говоря, я волнуюсь, потому что Андрей уже сделал одно сильное утверждение на предмет того, что это что-то объяснит. Оно, конечно, не объясняет, но на что-то там претендует. И вот, собственно, как бы я видел бы свою задачку в том, чтобы… ну, поскольку история – это она такая длинная, да, и даже длиннее, кстати, чем я знаю, как я недавно обнаружил, я скажу позже. И затрагивает очень много серьезных основ вообще квантовой теории Поля, поэтому вот как бы когда мы начинаем думать в эту сторону, надо быть осторожным. Это вот такое короткое видение. Ну и, может быть, даже кто-то уже и слышал часть этой истории, ну, потому что для меня она началась там в середине девяностых, собственно, мы с Андреем познакомились в Батхонове, где жили в одной комнате, и я, собственно, чего-то про это уже тогда рассказывал. Ну вот, значит, давайте начнем. То есть вот, ну, название видно, значит, сеть доменных стенок вот как вакуум КХД, не в вакууме КХД, а как вакуум КХД. И вот как в этом контексте начинают выглядеть вот вопрос о том, почему не вылетают кварки с одной стороны, да, почему мы их не наблюдаем, а с другой стороны, почему мы наблюдаем именно такие бесцветные адроны, какие есть, ну, скажем, спектромассы. Что происходит с керальной асимметрией, и как писать формулы, значит, для того, чтобы перейти от кварглионных полей к вот этим вот бесцветным, ну, в данном случае я буду говорить только про мезоны, потому что барионы мы еще не делали, к безонным степеням свободы. Значит, у вас указка такая есть. Ну, вот здесь вы видите людей, которые, с авторствами, с которыми вот все это, значит, делали с работы, о которых пойдет речь. Ну, в первую очередь, я хочу подчеркнуть, что вот на самом деле инициатором был Гарри Владимирович Ефимов, мой учитель, вот в 95-м году, вот, ну, я даже скажу, с чего все началось. Так, это не тот компьютер, закроем его, чтобы не путаться. Да что ж, а где-то сжать-то у вас положено, вот так, мышкой. Ну, собственно, о чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что, конечно, было бы неплохо, да, вот задуматься над тем, а нельзя ли все-таки построить некую самосогласованную в идеале теорию среднего поля для квантовой хромодинамики, да, ну, по аналогии того, как это когда-то начиналось для сверховодимости и так далее, да. Такую, которая бы ухватывала основные черты. Ну, и вот, собственно, вот этот вот класс полей, ну, почти всюду однородные, абелевые, самодуальные или антисамодуальные, иглевые поля, они вот уже много, на самом деле, десятилетий так время от времени играют, как что-то, которое могло бы вот сыграть такую роль. Ну, и здесь вот я, я, как бы, у меня не будет возможности вот подробно там указывать ссылки, так сказать, и так далее, да, уходить в детали, поэтому я вот тут вот перечислю, ну, я бы так сказал, работы, которые вот снимали, так сказать, слой за слоем или вносили, ну, некой новый контекст, вот весь разговор об этом классе полей, да. Ну, в частности, вот, тут указана статья Феймана, то есть это еще до КХД, да, ну, там, все или не все, многие знают, что была модель четырехмерного рентильского осциллятора, там одна или две статьи было, Феймана с авторами, в которой было показано, что вот четырехмерный гармонический осциллятор, он, как бы, вам позволяет вот так вот, почти без параметров, там, с какой-то там 50-процентной аккуратностью, описать спектр мизонов и барионов одновременно, да. Я почувствую, что это релятивистский осциллятор, там вовлечено время, да, ни о каких таких полях, естественно, речь не шла. Ну, дальше были работы, вот, я бы так их вместе собрал, там, вот эта работа, вот, значит, 78-го года, ну, и, это ренорм-групповая, значит, подсуммирование однопеклевого эффективного потенциала для, вот, полей такого типа, ВСУ-2 теории Янга-Милса. Значит, вся история, вот, наверное, надо сказать, потому что, вообще, сколько мне, Андрей мне сказал, что приблизительно чуть больше часа, да? Потому что тут... Как у вас принято? А, ну, зависит. Хорошо, ладно, я понял вас. Раз наставил. Это хорошо. Вот, как ни странно, да, вот эти поля, они не у всех на слуху, а вот вакуум-совиде у всех на слуху, да? То есть, история, она, конечно, начиналась с хромомагнитных полей, это был некий бум, и вот, дальше обнаружилось, что хромомагнитные поля, они, на самом деле, они, вот, флюктуации на их фоне, они нестабильны, и, ну, я немножко еще про это скажу, и вот, в связи с этим эта работа появилась, да? Дальше, я считаю, что была совершенно ключевая работа этого, вот, Лью Твиллера, две работы, вот эта, и Минклеофизикс более подробная, где он тоже посчитал, ну, как бы, эффективно, однопетлевой опять потенциал, но аккуратно, в том смысле, что у Глеонов есть нулевые моды, и с ними надо обращаться правильно, да, чтобы правильно их учесть, а не просто там выбрасывать это во-первых, а во-вторых, ну, Лью Твиллер, он просто перебрал, вот, а какие могут быть однородные поля вообще, вот они, как известно, значит, могут быть либо неабелевые, это амю, сам вектор потенциала, такой кол торчит, тогда они неабелевые, вот они порождают, значит, напряженность, которая постоянна, в пространстве времени, либо они должны быть ковариантно постоянными, это то, что рассматривали Савиди Матинян, и то, о чем сегодня речь пойдет, то есть, ну, то есть, это абелевые, однородные, там, хромоэлектрическое, хромомагнитное поле, они могут быть самодуальными, могут не быть, это уже, значит, зависит. Питер Менковский рассмотрел как раз таки, вот, ну, хорошо, если у вас есть однородный фон, такой, самодуальный, абелев. Ну, вообще, вот однородное поле, сразу я говорю, чтобы мысль у кого-то не шла в сторону, оно, в силу своей однородности, оно никуда не годится, да, потому что оно показывает на Бога, да, во всеми, так сказать, пятью руками, там, в пространстве, в цветовом пространстве, там, четность, все нарушено, короче. Понятно, что этого, должен быть сделан следующий шаг, да, который, вот, ну, собственно, про это я и буду говорить. Так вот, Менковский, он аккуратненько разобрался с самодуальными уже локальными деформациями вот этого самодуального фона, ну, потому что было интересно, на таком фоне инстантоны есть, ну, выяснилось, что решение есть, но только, конечно, характеризовать их каким-то там топологическим числом нет никакой возможности, потому что оно, грубо говоря, тонет вот в этом фоне, да. Дальше, вот, и тут я должен принести, на самом деле, изведение, потому что, хотя мне и говорил Андрей, так вот, он у вас очень, очень, так сказать, скромный, он говорит, а вот у нас тоже занимались. Ну, вот только когда я сейчас, я это слышал, да, но жизнь вот так вот куда-то несет. И только сейчас, когда я собрался, я, значит, говорю, а где это опубликовано, значит, и вот, наконец, я прочитал. Конечно, дальше это все будет попадать в ссылки, потому что вот эта работа, она была очень важной вместе с, я бы так ее рядом поставил, вот с этой физик-леттерс Людвиллера. Значит, Людвиллер, ну, я скажу дальше, Людвиллер и в то, и в другое прозвучало слово «конфами» в связи с этими полями, причем не в контексте, значит, линейно растущего потенциала, а совершенно в другом смысле. Ну, вот дойдем до этого. И этот смысл, вот он, собственно, сейчас мы и будем смотреть, как он играет вот в спектре масс, там, и вот как он дает конфаймент в наблюдаемых, да, то, что может наблюдаться. Ну, и, наконец, вот это недавняя работа, это вычисление в рамках функциональной ренорм-группы опять однопетлевого эффективного потенциала, фу, не однопетлевого, просто эффективного потенциала функциональной ренорм-группы. Ну, и, я бы так сказал, это результат, который, значит, самый такой непертурбативный на данный день вот на рынке, да. Все, я, как бы, вот так обозрел немножко, и теперь надо ускориться. Ну, значит, о чем идет речь, то есть, чтобы было понятно, что, ну, если уж вот что-то такое делать всерьез, да, то хорошо бы стремиться к тому, чтобы мы были в состоянии, по крайней мере, разговаривать внятно, да, вот сразу обо всем этом джентльменском наборе, да, который состоит из того, что есть картина, понимание, что такое конфаймент, и причем как в смысле статического критерия, вот там петля Вильсона, петля Полякова, да, линия Полякова, да, так и в смысле, вот, что происходит с динамическими кварками, да, вот почему, вот как возникает, как говорят, связанное состояние, а я бы скорее сказал, как возникают коллективные моды, да, вот эти вот бесцветные, которые есть там Мизона, да, ну, плюс там, чтобы киральная асимметрия, как анализована, какова судьба О1, поскольку мы, как бы, начинаем вторгаться на территорию, которая занята другими точками зрения, казалось бы другими, да, там О1 – это инстантоны, но нам тоже про них что-то надо будет сказать, вот что с сильным ЦП нарушением, ну, и, наконец, вот очень важная вещь, как возникают бесцветные адроны, то есть мы должны написать формулы, по ним что-нибудь посчитать и убедиться, что это, так сказать, хорошо или плохо и так далее. Ну, и вот, собственно, весь подход, это некий подход к вакууму КХД, как к среде, то есть тут я бы так сказал, что в этой картинке доминирует не слово «квантовая механика», да, что квантовое телеполе – это вот релятивистская квантовая теория, а доминирует идея о том, что любая квантовая теория поля похожа очень сильно на статистическую физику, да, то есть вакуум как среда, то есть вот мы просто, наша проблема, по сравнению с теми, кто занимается сплошными средами, да, что мы про этот вакуум мало чего знаем, да, и все, что можем делать, это его, так стучать по нему и слушать, что происходит. Вот, ну, вот такая вот картинка. Ну, и, значит, вот какой-то набор вещей, ну, включая вот то, о чем я еще не говорил, допустим, мы разобрались с тем, что такое конфаймент и почему там адроны такие, как они есть, но вообще самый трудный вопрос оказывается в этой игре – а как этот конфаймент порушить, да, вот что надо сделать, чтобы его не стало. И это вот самое трудное, и тоже в конце немножко я до этого доберусь. Ну, так, значит, вот если этими вопросами задаваться, то основным объектом, который надо бы изучать, вот является квантовое эффективное действие, потому что, ну, уже, наверное, как бы постепенно стало ясно, что все эти явления, они сугубо квантовые, на уровне классического гранджана ничего нет, да, то есть все это должно появиться в процессе квантования и, так сказать, вот взаимодействия. Ну, вот это приблизительно план моего рассказа, так сказать, я не знаю, как я успею. – значит, эффективное действие, вот тут бы старт на него с понятия, ну, с конденсатов, да, что они есть. Дальше будет сформулирована какая-то моделька, такая доменная, ну, потому что доменные стенки, есть стенки, есть и внутренность, стало быть, ну, можно по-разному называть. И вот как это работает для таких вот критериев, там, петля Вильсона и так далее, да, статические характеристики. Дальше поговорим про базонизацию, там, свойства, массы, там, форм-факторы, константы распадов. Вот тут просто качественное, скажу пару слов, как можно мыслить себе, значит, конфаймент-деконфаймент здесь, потому что это еще не пропахано. Вот тут есть очень одно интересное наблюдение случилось, что, на самом деле, вот этим агентом, который может разрушать конфаймент, это сильное электромагнитное поле, которое возникает в столкновениях тяжелых ионов, как известно. Ну, и вот эта идея, она потом тут же была ирифицирована, что называется, на решетке, в решетках вычислениях, и вот оно есть, да, оно есть. Это вот очень интересный эффект возникает. Ну, и вот как это связано с другими подходами, да, метр противоречий и так далее. Значит, вот, ну, поскольку мы, так сказать, замахнулись, что называется, ну, надо за свои слова отвечать. Отвечать как придется? Понятно, что, если вы в вводите, да, в игру, калибровочное поле, которое у вас дает фон, да, вот оно, там, однородное или неоднородное, вы, вообще, важно, что оно само по себе зависит, там, от пространственных координат, ну, вот как это Абелева, оно же, у него же, значит, вот это вот Абю, я сразу напишу, вот блок, из которого строим, но это не оно, да, все гораздо сложнее. Вот тут у вас цветные лоренцевские индексы, они отфастеризованы просто оказывается. Но вот эта вот буква Х, она попадает прямо сразу в Агранжуан, да, то есть у вас там явная зависимость от времени, то есть мы начинаем, вы хотим этого или нет, касаться вообще святых каких-то основ, да, квантовой теории порта. Ну, и в этом смысле, значит, и стартовать надо тогда сначала, чтобы немножко хотя бы сориентироваться. Ну, вот функциональный интеграл до фиксации калибровки там всего, сырой такой, да, дан нам. Ну, вот тут вот полезно вспомнить, что вообще-то это как бы в кавычках, конечно, но это определенный интеграл, да, поэтому прежде чем тут начинать, значит, схему вычислений предлагать, хорошо бы определиться, вот какие тут функциональные пространства, которые мы будем интегрировать, да. Ну, и если говорить там, скажем, про стандартную теорию возмущений, да, то, наверное, ну, вот электродинамику, да, ну, вот тут вот мы будем для электромагнитных, помедленных электронов, будем ставить задачку, значит, что есть асимптотические, вот в головном направлении, когда мы перейдем, будем говорить, что есть асимптотические состояния и так далее, и так далее. И будет у нас, на самом деле, теория, задача рассеяния, да, сформулирована. Здесь у нас немножко про другое, и, ну, вот, мы могли бы сказать так, будем интегрировать по всем полям с конечным классическим действием, да, это вот одна постановка задачи. Ну, а другая постановка, она действительно другая, состоит в том, что будем, давайте-ка теперь интегрировать по таким глионным полям, которые, вот, имеют экстенсивное классическое действие, да. Ну, а про фермионные, там, определимся, ну, скажем, пусть они тогда будут такие, что для них их часть, она уже, как бы, квадратично интегрируемая. Ну, и вот это вот условие, оно, как бы, очень критическое. Я здесь пока не сказал, какие здесь могут быть поля появиться, да. Важно, что любое поле, по которому мы интегрируем, оно вам может дать, вот, B может быть нулем, но тут открылась возможность его быть не нулем. Понятно, что тогда классическое действие здесь, оно не конечное, оно будет пропорционально объему системы, да. Но это мы этого не будем пугаться заранее, это уйдет в нормировку, если что, да. Значит, такого рода постановая задача, она там, вот, присутствует вот в той статье Реутвиллера, про которую я говорил, но немножко в другом виде, там, не в так, они прямо вот здесь вот говорили, что пусть, а, стремится к какому-то конкретному векропотенциалу, да, там, на эвклидовом времени, таком-сяком. Вот в недавней статье Фадеева, которая, на самом деле, очень такая умная и хорошая, и как раз про конфайминг, про постановку задачи. Ну, и мы там многократно писали, вот в таком виде. Ну, и теперь, значит, ну, вот хорошо, мы нарисовали значок, дальше надо его вычислять как-то, значит, и, но, вот, вот это вот, все это имеет смысл делать только тогда, когда вы хотите или хотя бы приблизительно знаете, как вы сейчас выделите какое-то главное поле, да, которое, вот, будем стараться брать в расчет вне теории возмущений, и, вот, флюктуации на его фоне, для которых возникнет новая теория возмущений, которая будет, вот, хотя бы в какой-то области, там, ну, скажем, в инфракрасе, она будет лучше, чем стандартная, да, потому что в любом случае это просто инструмент для вычислений, не более того. Ну, вот, тут какие-то формальные шаги просто пишем, да, вот, разделим поле вот на две части, фон, инфрактуации, там, вот, одновременно фиксируя калибровку, значит, проделаем какие-то стандартные, абсолютно формальные, значит, шаги, которые там при серьезном подходе нужно еще наполнять смыслом, да, но, как, как некая схема, годится. Ф квадрат это у вас? Ф квадрат это у вас? Ф квадрат не фиксируйте, да? Это, не, если, сейчас мы на него получим, вот, от него и будет зависеть эффективное действие, и мы будем выяснять, оно ноль или не ноль. Ну, вообще, по смыслу это вот низший глюнный конденсат, F квадрат, да, но я пока не сказал, какими полями он набирает себя, да, это вот мы должны выяснить, хотя бы, ну, постараться, по крайней мере. Значит, вот мы, и вот, если мы теперь вот в этом вот полученном, значит, выражении, каким-либо образом, раскладывая в ряд, строя теорию возмущений в присутствии поля, на решетке, функциональной этой ренорм-группой, вот как мы умеем, так и сделаем, вычислим вот этот интеграл по Q, а Q они теперь квадратично интегрированы, конечно, это локальные такие флюктуации, то вот мы получим некий объект, который будет иметь смысл эффективного действия или эффективного потенциала, если, значит, поля какие-то однородные, для вот полей B, по которым, в свою очередь, еще остался интеграл пока что, да. Вот прошу меня не бить ногами за эту формалистику, но вот пока лучшего я не смог придумать. По кругу вы раскладываетесь квадратного цвета, да? Ну, тут, ну, самый такой, на самом деле, тут дальше одной петли мало кто ходил, да, а в одной петле будет как? Вы это считаете фоном, здесь оставляете квадратичные это? Да, давайте. А, нет, ну просто, нет, я имею в виду следующее, что так же, как это, откуда, D4, X, Q, вот тут вот будет стать некий оператор, но на самом деле будет минус, там, D квадрат, там, плюс 2, и, там, B, вот это вот, там, чтобы оно не было, там, Q, вот эта штука есть конечная величина, вот и все. То есть, когда будет решаться задачка на собственные функции, собственные значения, собственные моды, ну, это будут функции из пространства, значит, квадратичные интегрированные функции. То есть, вы это относительно меняете? Ну, пока мы вообще про это не говорили, сейчас увидим, а, к сожалению, это не так, да, они, получается, а? Ну, вот, сейчас, на самом деле, они, как бы, получается так, что класс полей он такой, они постоянные, а где-то они резко меняются, да, но, но вот эта область, вот почему, почти всюду однородно, потому что вот это вот, в четырехмерном пространстве, значит, объем, где они, где они резко меняются, это трехмерный объем, ну, как бы, меры ноль по сравнению с этим, вот, если, ну, и так далее, да, если на линии, то это вот точки, да, то есть… Ну, ну, да, то есть, смотрите, я же сейчас не смогу вам теоремы доказать, вот это надо понять, то есть, это некий пунктир, да, но лично меня оно держит уже, там, и, на самом деле, аж стыдно сказать, как долго, да, потому что хочется разобраться. Значит, вот смотрите, вот это вот, вот это вот объект, эсэффективный, вот в одной петле это будет, взяли, там, квадратичную часть паку, потом духи ввели, там, ну, кварки можно брать, можно не брать, в основном глионы, там, как бы, рулят, и посчитали вот этот вот детерминат, вот этого оператора, там, и так далее, да. Получилась некая функция. Вот она здесь нарисована пунктиром красным. Это вот то, что лютвильдер сделал, да. Ну, вот видят, что минимум при… да, лютвильдер, и дальше… А, простите, я скакнул. Да, вот когда вы так нарисовали, конечно, ну, мы должны задуматься, что в первую очередь важны будут те минимумы, которые глобальные, да, то есть, ну, это означает просто однородное поле, потому что если он есть, то вот тут вот возникнет объем четырехмерный, да, заведомо, и это будет вот некий перевал во всей этой истории. Вы дальше вот, вы получите способ вычислять исходный функциональный интеграл, ну, просто вот усаживаясь в минимумы вот глобальные этого квантового эффективного действия. Поэтому вот первое, что надо сделать, это надо перебрать вот возможности, которые есть. Ну, вот лютвильдер это и сделал, да. То есть, а возможности всего ничего. Это вот голос, я сказал, это однородное поле, которое не обелево. И вот такое вот, да. Ну, вот то, что я вам показываю, это для самого дуального поля. В одной петле, значит, это то, что лютвильдер заслуга. Если вот одно петлевое такое вычисление делать, то все поля, кроме вот такого поля, да еще с условием, что вот это вот B-меню, значит, дуальное сопряженное, это есть плюс-минус, значит, B-меню. Вот все остальные нестабильны относительно флюктуаций, да. То есть, там возникают тахионные моды. Ну, стало быть, вот кандидат. И этот кандидат дает вот вещественный такой эффективный потенциал с минимумом не в нуле. Ну, проблема, как всегда, в том, что это однопетлевое приближение выходит за рамки, значит, вот так оно не может быть почти. Я не могу понять. Да. Оно вот пространство на одного, действие бесконечно. Как получается конечность? Простите, я сказал, что это плотность, конечно. Это плотность, плотность свободной энергии, вот так. То есть, это вот это все деленное на четырехмерный объем. Простите, да, я уже как бы, когда привыкнешь, забываешь пояснить. То есть, это плотность, везде у вас вот она есть. Ну, и вот система вроде как должна свалиться. Но с этим есть проблемы, потому что она одна петля, а одна петля здесь неприменима, вот в этой точке. Ну, тогда вот, значит, единственное, что можно сказать, что вот есть эта работа, которая уже на теорию возмущения не опиралась, она берется на реном-группу функциональную. Ну, там свои приближения какие-то делаются, это не есть экзекты, да. Но, тем не менее, вот результат, как это часто бывает, почти совпал с однопетливым. Значит, решеточных вычислений на этот счет нет, и все мои, так сказать, многолетние разговоры пока ни к чему не привели. То есть, люди говорят, да, могу, а потом, значит, потом не делают. Ну, видимо, это неинтересно просто. Не, ну, на самом деле, это и есть проблема, потому что это у вас экстенсивная величина, и вот эта вот инфракрасия там, нужно будет разбираться с конечным объемом и так далее. Ну, и потом, ну, может, неактуально, да. Хорошо. Ну, вы правильно говорите, потому что поправки сюда будут, они уже будут содержать вот эффективную константу связи вот на масштабе этого поля, да, и масштаб таков, что эта констанция связи не мала, да. Поэтому у вас, вы ожидаете, что, вы не можете сказать, что вот этот вот приблизительно верный результат, вы не контролируете поправку. Именно так. Поэтому вот одна петля, она как бы не работает. Но когда вы делаете функциональную группу, там все-таки уже этот аргумент, он становится, ну, я как бы не могу объять необъятное, я могу про функциональную группу отдельно рассказать, если… Что делают? Да. Они… Ну, они, как бы, в основном там немецкое, значит, сообщество, они ребята аккуратные и стараются быть честными, значит… Как объемное, это не одно и то. Да. Ну… Нет, там подход такой, что вы регуляризуете функциональный интеграл, значит, да, сразу там, да, определяете его и потом… Ну, если нужно, поясняйте, я, может быть… То есть вопрос был, в чем состоит идея, в чем состоит идея… Ну, смотрите, ну, модельное в том смысле, что нужно обрывать что-то, да, вот, нельзя решить бесконечный системный уровень. Короче, идея такая, что вы, вот функциональный интеграл, вот этот вот, да, вы регуляризуете здесь, причем так, что оно у вас, как бы, и ультрафиолет зарезан, и инфракрасия зарезана, при этом вы что-то плохое делаете с калибровочной симметрией, и за этим надо дальше будет следить. Вот, привносится этот регулятор, это некая функция, да. Дальше что делается? Вот функциональный интеграл переписывается, ну, вот вводится эффективное действие, уравнение на него, то есть функциональный интеграл переписывается в виде уравнения на эффективное действие, которое дальше, эффективное действие зависит от тех же самых полей, которые были, да, и вы, вот это вот, такой вот, значок уравнения, оно раскладывается в бесконечную систему интеградифференциальных уравнений на вершинные функции n-точечные, любого порядка, да, и дальше что, ну, дальше надо, значит, во-первых, оборвать эту систему, да, во-вторых, и начинать решать, ну, то есть этот подход, он в определенном отношении похож на вот Дайсона-Швингера уравнение, но вместе с тем это ренорм-группа, потому что там вводится масштаб, и вы решаете дифференциальное уравнение, стартуя с какого-то масштаба, где вы хоть что-то знаете, потому что с Дайсона-Швингера мы, так сказать, вдумываемся и пристальным взглядом пытаемся, так сказать, сделать анзас, да, по сути. Да. Нет, вот здесь, вот в этом подходе есть возможность стартануть с ультрафиолета и дальше интегрировать. Значит, опять, теорема существования единственного. Численно? Все численно, конечно. Увы. Нет, поэтому, нет, если бы они делали аналитически, я бы тогда ушел в сторонку и было бы нечем заниматься. Нет, это решение уравнений каких-то, значит, вот, ну, я говорю, решение интеградифициальных уравнений. Но оно именно вот в таком виде. Так вот, значит, вот прелесть состоит в том, что вы можете стартовать вот все-таки с ультрафиолета и дальше интегрировать. Плохая новость в том, что это не линейные уравнения, никаких теорем существования единственности нет опять, поэтому результат надо контролировать, и всегда там есть некая толика, значит, физики должна быть заложена, нужно знать, чего хотим, да. Но, тем не менее, это вот, как бы, могу как бы дальше рассказывать, тем не менее, это продвинутый способ действовать. На самом деле на решетке, все очень привыкли, что решетка first principles, а замените там граничные условия периодически на другие. А кроме периодических бывают и другие, да. И, кстати, вот это поле, вот это вот, оно на решетку очень плохо усаживается. Вообще однородные поля, которые в природе есть, на решетку посадить очень тяжело, да. Поэтому тут, как бы, везде есть некая толика, так сказать, умение высокого искусства. Ну, в функциональной группе она тоже есть, но я, может быть, дальше пройдусь. Тут есть только один способ во всей этой игре, ничего, наверное, другого не принес, что надо действовать разными методами и вот некая совокупность, она вам что-то может иметь шанс сказать, да. Один способ не даст. Так, я только очень медленно продвигаюсь, конечно. Ну, здесь еще, значит, вот теперь вот появился намек про то, что там какой-то минимум, ну и почему он хорош. Значит, вот Лиут-Виллер заметил, значит, что если мы, ну, здесь для простоты взято просто заряженное скалярное поле в присутствии вот этого вот самодуального поля и найден его пропагатор. Ну, причем такая традиционно инвариантная часть пропагатора. То есть, вот он, вот был единица на z квадрат в отсутствии поля, а стал вот, вот это вот экспонента добавилось. Если мы теперь фурье преобразование сделаем, получим вот эту функцию, да. Это целая функция, у нее нет, у нее только существенная особенность на бесконечности, а вот никаких полусов нет. То есть, с другой стороны, то есть, если мы p в ноль уложим, то получим нечто конечное-конечное, да, масштаб получим, как люди говорят, миллион масс или там, или гэп, да. То есть, но при этом мы никакую массу здесь не рисовали, да. То есть, ну и вот можно сказать так, что вот такого рода фон, ну вот там какой-нибудь конденсат скалярного поля типа ХИКСА, да, он вот сдвигает массу калибровочных полей из нуля. Вот такой фон из калибровочных полей однородный, да, он вообще ее, значит, уничтожает как класс, да, эту частицу. Поле остается, частицы не становятся. И Людвилев говорит, может это конфайминг, больше он там ничего не сказал. Кроме одного, что вот из-за антисамудуальности это все в этом каком-то смысле похоже на инстантоны и поэтому это может быть имеет отношение к геральной симметрии. Ну вот в этой работе, значит, был сделан следующий или другой шаг, да. когда, ну хорошо, я даже не знаю, так сказать, было ли там вот сильно, то есть сходу просто были исследования здесь свойства просто вот этой вот проекционной диаграммы, электромагнитное поле, а тут вот кварки в присутствии вот такого вот поля, да. Ну и естественно выяснилось, что мнимой части здесь нет, да, это тоже можно трактовать как конфайминг. Ну а с точки зрения мизонов, если бы здесь мизонные линии были, ну это означало бы, что мизон не может распасться на кварк-антикварк. Ну то есть конфайминг. Хотя, вот, если вы посмотрите на этот пропагатор, то есть было в те времена, когда весь народ, значит, вот с киркой и лопатой искал единицы на p квадрат в квадрате поведения, да, чтобы, сделав над ним фурье преобразование трехмерное, получить линейно растущий потенциал. Вот отсюда вы никакой линейно растущий потенциал не получите. То есть, если это конфайминг, то это абсолютно не в смысле каких-то там сил или вот потенциалов растущих. Это такая сугубо релятивистская штука, про которую еще надо будет понять, что это означает, да. Значит, ну и дальше вот следующий шаг был, вот это вот Гарри Володимирский, я предложил просто мы, мы чего сделали, мы взяли четырех фурмионов, одноглюонный обмен вот в присутствии всего этого и устроили бозонизацию, да, то есть перешли к бесцветным полям и в какой-то момент пересчитали там массы, значит. Но первое, чего вот в этой работе было, обнаружилось мгновенно, что вот из-за вот такого типа поведения кваркового, глюонного пропагатора, вы мгновенно видите, что у вас спектр масс, m квадрат, для всех мезонов, да, как по n, так и по l, является эквидистантным. То есть, как бы… Ну, вы начинаете в Эвклиде, потому что, где еще начинать, когда вы посчитаете там диаграмму, да, вот там, дальше вы устраиваете аналитическое продолжение в физическую область. Вот когда массу ищите, то… Как можно продолжать такую эспонентную дозу? продолжаются амплитуды. Ну, конечно, существенно особая точка, да, у вас там, на бесконечности. Далеко ходить точно нельзя. Ну, как бы знаем, боимся, но, так сказать, глаза боятся, руки делают. Потому что… Потому что, ну, как бы, давайте доберемся до этого. Ну, вот я дальше пойду, да. Но я еще раз подчеркну, чтобы не было, значит, вот некого недопонимания, что вот если такого сорта конфаймент есть и мы видим, что он дает спектр масс мезонов, то, конечно, в правильной теории, да, у вас одновременно в статическом пределе должен быть закон площадей, да, то есть это одно другое не исключает. Просто это относится немножко к разным объектам. Вот и все. И сейчас мы до этого доберемся. Ну, хорошо, значит, вот тут вот я сейчас разрешу себе похулиганить еще раз уже, наверное, в том смысле, что, ну, хорошо, если там решеточники и никто не хочет посчитать эффективное действие или эффективный потенциал, давайте поиграем вот, значит, ну, вот типа Гинзбурга-Ландау вот подход. То есть, хорошо, давайте мы устроим некий эффективный потенциал, который пусть будет полиномиальный, и возьмем какое-то минимальное число производных, и, ну, вот эти вот константы, это на самом деле, конечно, вот эти вот вершинные функции эффективного действия, которые там при нулевых каких-то импульсах, да, стянулись, значит, в числа. И вот, значит, навяжем сюда все симметрии квантовой хромодинамики. Ну, кроме одного, конечно, здесь появился масштаб, да. Даже не хромодинамики, здесь про Энгмилс будем говорить, что, как бы, разницы тут особой нет, потому что это рассуждение такого свойства, паличного. Масштаб, конечно, нужно ввести, иначе ничего не будет. Единственное, что мы здесь сделаем, мы вот тут вот при F квадрат мы знак неправильный возьмем, так, чтобы был заведомо минимум, вот, чтобы вот конденсат F квадрат заведомо был. И вот, когда мы это сделаем, мы начнем действовать как? Вот давайте возьмем сначала вот это, ну, вернее, возьмем вот это, вот это весь Лагранжиан там действие и подставим туда вот однородные поля, которые у нас есть в игре, чтобы разобраться с этими вот глобальными минимумами. Ну, и, так сказать, by inspection мы мгновенно обнаружим, что неабелевые постоянные поля, то есть когда амю а само константа, они всегда будут иметь заведомо действие больше, чем вот эти абелевые. А среди абелевых, вот этих всех, самое маленькое действие будет у тех, которые самодуальны. Ну, то есть это просто можно вот руками, так сказать, проделать, поиграть. Ну, коль так, значит, ну, хорошо, вот давайте посмотрим. Значит, вот смотрите, тут был взят, на самом деле случайно я его написал, F6, да, казалось бы, зачем, да, четвертому нужно. Так вот здесь это делать надо, потому что, смотрите, вот параметризация, я здесь еще не все написал, вот вот эта цветная матрица, и если она постоянная, то всегда ее можно записать там как T3, вот присоединенных представлений косинус некого угла, плюс там T8, то есть усадить в алгебру карта, да. Синус где-то должен. Вот, вот есть некий угол КСИ, и я, честно говоря, наивно думал, что если есть калибровочный вариант, то от него ничего не должно зависеть. Ну, на всякий случай вот это было, и вдруг выяснилось, что от него, начиная с F6, все зависит. Ну, и вот как бы в итоге, ну, потому что это связано вот уже с другой симметрией, это виллевские отражения в пространстве корней. Так вот, если теперь нарисовать вот этот потенциал, как функцию КСИ и Омега, где Омега, это, ну, если хотите, косинус Омега, это плотность топологического заряда. Ну, то есть сам конденсат, вот он, масштаб есть, он есть, мы его постулировали, и тут же выясняется, что это минимум, что есть целая структура минимумов периодических, да, бесконечная, и сразу по двум углам. Вот один имеет отношение, так сказать, к калибровочной группе, а второй имеет отношение к четности, да. Ну, и та, и другая симметрия, они, так сказать, носят такой дискретный характер. Ну, коль так, значит, у вас есть система минимума периодическая, у вас должны быть, если вы находитесь в Минковском Салитоне, а если вы находитесь в Эвпреде, то Кинг должен быть, да. Ну, и вот как, чтобы совсем это, если взять то действие, вот усадить КСИ и сам скалярный конденсат в минимум, да, то весь Клаганжан редуцируется вот в такой форме, да, то есть это такой самый простой синус-гортон, по сути дела, там мы его можем решить, найти Кинг, и вот и получается, значит, что у вас есть некое решение у этих уровней в виде доменной стенки в одном мере, да. Так что у вас самодуальное поле переходит в антисамодуальное, а на стенке оно, ну вот плотность топ-заряда ноль, то есть оно, по сути, хромомагнитное. Ну, на самом деле, значит, если теперь писать все три уравнения, то мы найдем там вот для всех трех функций решения, то есть для омега, там для омега, для окси и для самого конденсата скалярных, да, все они на стенке будут, значит, вот скалярные, он, так сказать, слегка просядет по величине, а остальные углы, они будут переворачиваться, то есть, то есть если, если минимумы, вот, ну вот при таком, значит, выборе Лагранжан сейчас дальше вот, а, ну, неважно. Короче, минимумы угла окси соответствуют границам камер Вейля, вот, как бы, которые, есть некая особая тоже история, вот, на этой диаграмме корней. Так вот, ну а омега, он, значит, ноль пи, то есть это самодуальные и антисамодуальные поля. А вот, а здесь поле у нас, оно, как бы, не самодуальное, оно сидит на посерединке камеры Вейля, вот по этому углу кси, ну и конденсат чуть-чуть падает. Сейчас я это, то есть мы, вот, это мы сейчас занимаемся, значит, строительством, да, мы еще не знаем, то ли дворец получится, то ли, извините за вооружение, туалет. Сейчас будем смотреть. Но прежде чем смотреть, хочется продвинуться, так сказать, тем, что делают люди, которые вот занимаются в твердом теле этой истории, да, но мы возьмем и, как бы, перейдем вообще теперь, мы знаем, что топологической стабильности стенок нет, там, в многомерном пространстве и так далее, но мы возьмем и устроим суперпозицию, да, по известным правилам. И вот, значит, общего вида конфигурация тогда будет выглядеть вот так, да, то есть это будет в зависимости от того, какой там параметр миу у нас возникает, он тоже идет из эффективного действия, это ширина стенки. Ну вот суперпозиция, она вам может описывать вот такого рода, значит, ну, со сколько угодно, на самом деле, сложные границы, вот так, для простоты кубики нарисованы, области самодуального антисумуального поля, причем в каждой из них вы имеете вот разную проекцию, вот это кси, разные кси, они соответствуют разным возможностям, на самом деле, это какая симметрия, это выбрать СУ2, ВСУ3, если у вас там больше СУН, то больше таких будет, значит, вакуумов и так далее. И вот, ну там где-то ссылка была, где люди, так сказать, сейчас я, простите, вернусь, вот в этой статье, там вот теоретика групповой содержания этого дела, вот буквально этого Лагранджана, они, значит, проделали. Так, то есть вот мы добежали до какой-то такой вот типа красивой картинки, да, которая там помедает инстантованный, да, то есть, ну, многие люди рисовали, то есть, если говорить, что это вот это вот инстантоны, но они просто плотно упаковались, ну, вот тоже будет похоже. Хотя здесь отличие, что это абелевое поле, да, то есть, одновременно у вас есть и самодуальность, и абелевость. Ну, тут вот, теперь начнем это, как бы, снимать это, одежды с этой красивой картинки, потому что тут сразу возникают вопросы. Ну, поскольку, действительно, топологической стабильности у стенки нет, то вот вопрос такой, а что приводит к тому, что у вас один-единственный домен не разрастается до бесконечности, так что опять у вас однородное поле, которое там показывает на Бога. А мы знаем, что такого нет. Значит, должна быть какая-то причина, которая, вот, как бы, держит некий средний размер этих областей. И это вот первый серьезный вопрос, второй сейчас там будет. Но ответа на него, значит, два только что. Либо у вас вот там, где стенки пересекаются, это же у вас все время происходит что-то, да. То есть, если это были направления, то там будет потеря направления происходить. В одном смысле, в другом. То есть, могут возникать все-таки уже меньше размерности дефекты в пересечении стенок, которые, может быть, имеют топологическое содержание и будут эту конструкцию держать, да. Это раз. А второе, значит, поскольку вот это поле само дуальное, да, то у оператора Дирака есть в бесконечном объеме есть нулевые моды, так же, как у Инстантонов. Только в силу вот этой вот однородности этих нулевых мод континуум, да. И они, на самом деле, очень мешают жить. Не, они помогают выводить формулы, там, соотношение между конденсатами, еще что-то, да. Но просто так вот вы массу кварка нулю положить не можете в этой игре, да. И даже, так сказать, положить ее там 4 или 6 мэв будет большая проблема. Поэтому вот здесь возникает такое соображение, которое сейчас я там проиллюстрирую, и которым мы сейчас очень сильно занимаемся. понимаете, что вот роль глюонных полей – это стремиться раздуть этот домен, потому что они диктуют минимум, да. Но как только этот домен, да, когда он конечного размера, вот оператор Дирака вот здесь, то там нет нулевых модов, у вас есть граница и решательность с граничным условием, на самом деле там единственный выбор, который хороший получается – это мешочные граничные условия. И у вас нулевых мод нет, у вас есть квази-нулевые моды, которые превращаются в нулевые, когда вы увеличите размер. А поскольку у вас стоит, значит, детерминант оператора Дирака, и вы его загоните в экспонент, как трейс логарифма, и у вас будут нулевые собственные значения, то вы увидите, что чем больше размер, тем потенциально, значит, кварки повышают эффективное действие. И вот у вас могут возникнуть такие качели, что глюоны хотят большой размер, а кварки хотя наоборот маленький. И вот это может стабилизировать. Это надо проверять. Но вот здесь я хочу подчеркнуть следующее, что вот было сказано тоже в статье, которая была сделана в этом институте тридцать лет назад, что смотрите, у вас есть конфаймент, вот в том смысле, про который я говорил, тогда, когда у вас есть два конденсатора. Вот есть и другие, но вот эти два базовые. Это F-квадрат, скалярный конденсат, и еще у вас есть, ну, можете в квадрат здесь возвести, можете абсолютное значение взять. То есть есть плотность псевдоскалярного конденсата, которая равна тому. Да? Это самодуальность просто. Вот когда это есть свойство, есть конфаймент. Все. Нету полюсов, вот этих кварков, как частиц нет. Поля есть, частиц нет. Как только... И это вот при тонких стенках. Если они у вас, по крайней мере, раздулись, то у вас вот эта штука начнет появляться, и у вас вот в этой зеленой области будут цветные, значит, заряжены по цвету квази-частицы. Они не будут кварками там, потому что там хромомагнитные, ну, поля сильные и все еще. Но будет уже вот эта вот степень свободы, как частицы, она живет. И в этом смысле я уже даже некоторое время это осмеливаюсь говорить страшные слова, что вот это и есть параметры порядка. Вот этот параметр порядка для конфаймента, если он обнулится. Ну, и одновременно, на самом деле, с киральной симметрией много еще произойдет. Но если он обнулится, а этот еще нет, то все еще будет непертурбативный режим, там масштабная граница нарушена, да. Но уже появится возможность иметь вот некую, если говорим про температуру, там, про плотность, да, то что вот, то появится возможность уже говорить о статистической системе кварковых и глюонных квази-частиц, нагревая которые мы можем обнулить и вот эту штуку тоже. то есть всегда будет, ну вот, в общем, такая картинка страшная. И теперь к формулам перейдем. Я думал о том, что стабильность относительно размеров, если говорить о нем, а вообще стабильность относительно, например, неабилевых ситуаций, которые абилевые стабильные – именно об этом там Людвиллер рассуждал, потому что, смотрите, вот, что значит стабильность? Вот поле превращается в частицу, я сейчас это как бы не может от себя этому скажу, но когда у вас есть линейный отклик, вот когда работает линейный отклик, вы там, у вас какая угодно сложная среда или там лаганжан, вы чуть-чуть тюкнули, и у вас побежала волна, да. Стало быть, вот, когда мы говорим про стабильность, мы говорим прямо малые возмущения. Малые возмущения – это квадратичная часть. Стало быть, вот ваше уравнение, которое вам надо написать, что нулямда ку. Я вот, я в этом смысле говорю, да? А какая еще? Ну, как бы вам нужна положительная определенность, грубо говоря, квадратичной формы. Согласен, да. А так это не стабильность? То есть, если нулевые моды, то это тоже проблема. А если это отрицательные собственные значения, то это хионы, вот, их не должно быть. Вы про это говорите, да? Так вот, это зависит от какой фон вы здесь выбрали, B, да. Ну, конечно, зависит от условий на эти поля, но мы говорим, что вот это вот у нас должно быть меньше бесконечности, да. Вот тут вот минус бесконечности до плюс. Тогда мы все фиксировали, и мы видим, что все собственные значения такого оператора на таких функциях, они, как минимум, не отрицательные, да. И это происходит только для, ну, вот, значит, вот эти Q, они не абелевы как раз. Вот если это абелев в фон, то флюктуации, те, которые имеют нетривиальные лямбда, ну, тут известная история, что если вы выделили направление в цветовом пространстве, у вас будет модок вдоль этого направления по цвету, который нейтральный по отношению к нему, да? Ну, это глеонов касается. Поэтому тут, конечно, всякая зависимость от B пропадает, но это некие детали, которые важны, усложняют, но я сейчас не хочу про них говорить. А вот те, где это в полную меру играет. То есть, если это у вас нейтральное глеонное поле, вот в этом смысле, в картане сидит, то это у вас будет заряженное. Вот тут вот будет AB, B. Ну, и BSO2 у вас будет, значит, Амю-3, это ваш вот вот этот фон, а вот эти вот Амю-1,2, которые еще полезно в плюс-минус собрать, да, это вот ваши заряженные глеоны. И заряженные глеоны, они не обиливают как раз части, они, у них, так сказать, есть нулевые моды тоже, вот тут вот, но отрицательных нет. У хромомагнитного есть, и вот у этого, который, значит, просто, значит, вектор потенциал постоянный тоже есть. Да. Я, ну, просто технические детали, как говорится, не пойму, что... Да. Ну, их надо писать просто. Да. То есть, можно ли сказать, что вот эта ваша конфигурация, она что-то стабильная, да? Да. Или можно, например, сказать что-то более слабое, например, там, стабильное относительно всего-то артемиолога? А, вот смотрите, значит, тут и две стабильности. Первая – это вот однородное поле, как однородный фон. Он... Ну, сейчас, да, ну, это означает, что если мы берем вот это первое слово, первый раз, стабильность, было употреблено в следующем контексте, что вы, значит, берете однородный фон, и вот там собственных значений у соответствующего квадратичного части действия, да, вот там, отрицательных не должно быть. То есть, не должно быть малых флюктуаций, которые тахионы. Это мы... Это первое, да. Второй раз я сказал слово «стабильность», простите, в другом смысле, что вот теперь мы нашли решение в виде доменной стенки, да, ну, и если мы ее возьмем и вот устроим такой дефект в однородном поле, да, оно повышает действие, действие больше становится. И если это трехмерное пространство, то вот без границ, да, вот ничего нигде не завязали узлом, то она у вас исчезнет. Она, если у вас было две, там всегда кинг-антикинг, они аннигилируют, то есть все будет стремиться к однородному. А нам, однородное нам не годится, мы это знаем, да, поэтому нужна причина, которая сделает уже стабильным вот эту систему областей, где поле почти однородно, а дальше оно опять почти однородно, но другое. Ну, вот, короче, доменную вот эту вот структуру тоже сделает стабильной. Это либо топологические причины должны быть, либо опять энергетические. Вот то, что я сказал, что на пересечении стенок у вас возникают, ну, на самом деле иерархия вся возникает, то есть пересечение стенок – это вортекс. Пересечение вортексов где-то там – это у вас монополь, да, а когда все там пересекутся, ну, инстантон будет, да. Все они, и вот сейчас я к этому доберусь. Но, я не знаю, это надо опять работать. А энергетическая стабильность – это фирменные нулевые моды, квази-нулевые, да. То есть, пока размер есть, они в ноль не падают. А когда, значит, ну, не буду повторяться. То есть, в этом смысле. А формулы, ну, как их? Надо писать, конечно. Ну, вот еще раз, значит, да. Если у вас такая неоднородная варкумная структура, у вас корреляторы не будут на институционной варианты? Нет, нет, я же весь ансамбль перебил. Смотрите, вот, то есть, тут о чем дальше речь идет? Что вот это вот, это снэпшот одной единственной конфигурации. А дальше я должен перебрать все так, чтобы у меня калибровочная инвариантность восстановилась, транзисционная инвариантность, ну, как бы. То есть, по этому ансамблю я должен интегрировать, да, тоже техника какая-то нужна для этого. То есть, это одно из глионных полей. То есть, мы по ним, по всем должны проинтегрировать. Я вот и думаю, то ли дворец, то ли туалет. Тридцать лет не могу решить. Но интересно получается, да. Чисто, оно все-таки прошло длинный путь. Известно, что вы не можете во всем пространстве сделать, чтобы F равняться F2. Оно где-то должно быть F плюсом, а где-то с минусом. Да. Значит, тогда вы не можете крутить все это бесконечное пространство. Не можем. Везде это у вас будет отношение. И вы делаете домен. Случайно некогда. Вот инстантонщики, так сказать, они вот так и думают, что в начале таблина, как ищите, была маленькая. И вот там, то есть, расстояние между инстантонами было много больше, чем радиус инстантона, так сказать. То есть, вы можете, вы могли крутить эту ориентацию инстантона в каждой точке независимо. И люди говорили, а перекрытие, конечно, есть, но на такой маленькой точке. Вот там, Дэвид Гросс, там и остальные вперед, там, в теории, там, сильных взаимодействий и так далее. Потом лямбда подросла, стало там 200 или даже уже 300 маф. И выяснилось, что никакого инстантонного газа нет. Тогда они там придумали инстантонную жидкость. И дальше вот вклад вот этого перекрытия вот этих решений был большой. И там вот эти ребята, там, как сказать, Дьяконы, как-то там, Петров, они увидели, что там параметр там изменишь на 10%. По полной синергии бухнет там в 5 раз. И поэтому, так сказать, мы же должны что-то делать. Мы должны доказывать, что вот эта штука – это минимум энергии. Конечно, конечно, конечно. И это минимум не по отношению к клантовой фруктуации. Почему ледяная решетка это самая не решает? А потому что и решить нельзя, в принципе. То есть у вас не минимум, у вас этот счет, он уйдет в какие-то. Ну, это вы правильно говорите. И в этом смысле, ну, как устроено? Там вот это то, что называется мазоничность. Никогда не бывает, что у вас один домен так, а другой домен вот так. Значит, у вас есть какая-то граница, вот это вот то, что вы называете. И вот там надо, чтобы… Ну, я называю зелененькое. Вот зелененькое – это вот то, что вы говорите, где вот так. Да, но вы же должны как-то результаты искать этот минимум, это должно быть самосогласованная задача. Нет, конечно. Какой средний размер доменов? Сколько? Нет, тут как бы то, что… Смотрите, то, что нужно искать, что это должно быть самосогласованным, в конце концов, это верно. Верно. Но для этого, конечно… Я мечтаю. Мечтаю. Ваша мечта. В чем состоит? Какой размер домена? Ну… 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 Конечно, но потом у меня… Нет, есть еще вот эти C-буквы, которые… Почему? Ну, когда… Если мы смотрим, вот как устроено эффективное действие, хотя бы структурно, да, там есть еще вот эти вершинные функции, константы. Ну… Хорошо, ладно, я вас понял. Есть только лямбда. Конечно, масштаб один. Какой вот размер домена? Он определяется… Размер домена, он идет из эффективного действия. Ну… Я вам могу сказать… Во что… Я вам… Я вам скажу… Нет, это верно. Нет… Нет… В этом смысле, в правильной теории, размер должен выразиться через лямбда. То есть, у вас… Он не есть самостоятельный параметр, это вы говорите. Да. Конечно, согласен я. Но то, что я вам смогу предъявить, если доберусь до этого, это вот во что оно отфитировалось. То есть, пока что R живет, так сказать, самостоятельной жизнью, и мы его фитируем. В этом смысле, вы же не так действуете. Вы говорите, вот у меня вот моя вселенная, это однородное самое поле, а потом вот результат, вычисленный в однородном поле, я буду усреднять. Не-не-не, не так. То, что там… Это не так. Это же… Ну, сейчас я доберусь. Он входит через корреляционные функции самого фона, вот как у Симонова. Ну, там, у нас есть ничего не надо будет, у вас уже внутри, так сказать, квалитация доменов. Нет, вам же… Вот пока вы не проинтегрировали по этому ансамблю доменному, да, со стенками, у вас все нарушено вообще. Вам правда, что будет учитываться, это тоже нравится при основном натяжении? В таком месте. Вы вообще очень правильно вот сейчас все говорите. Я на все вопросы… Я их знаю, но я ответы на них не знаю, вот как это делать. Да, а постановка задачи, она абсолютно верна. Я даже не знаю, вот удастся ли что-то внятное, решаемое сделать. Но я знаю, что было сделано, вот хочу вам рассказать. Можно? А то я не успею, ей-богу. Ну, то есть, про конфаймент, если всем понятно, я, может быть, это опущу, это вот… Да, нет, ну, надо сказать, вот какое отношение к осциллятору имеет, хотя это очевидно, да, то есть, если вы возьмете вот это вот D квадрат опять для простоты, вот сюда вот это поле подставите, и просто там в квадрат возведете, ну, у вас будет D квадрат и будет X квадрат, да. Ну, короче, осциллятор там проглядывается. Ну, и более того, там, этот оператор даже вот в каком-то таком виде можно попереписывать, но это все известные вещи, так сказать, тривиальные. Ну, единственное, что следует подчеркнуть, что здесь этот осциллятор, он и X4 захватывает. То есть, вот это поле, оно неизбежно касается времени, да. А стало быть, там, в итоге сейчас невокальная повречь, и в Клидово. Ну, надо же нам будет ходить и туда, нам в Клидово все время не будет хотеться. То есть, ну, в любом случае, это как электроэнергетика, то есть, касается времени. Ну, вот, и поэтому, вот я, как бы, или утилер подчеркнул, и сразу я говорю, говорится, что все это имеет отношение вот и к той работе. Феемена, в конце концов, да, это четырехмерный гармонический осциллятор. Ну, и, соответственно, собственные функции, которые здесь. Если это у нас, значит, бесконечный объем, то вот, как бы, это просто осциллятор. А если, это у нас полиномы, лагера. А если мы, вот, в каком-то конечном объеме начнем решать с центрированными ограниченными условиями, ну, все равно, оператор будет тот же самый. Вот это вырожденные гидроэнергетические функции, значит, ну, спектр будет дискретный и так далее. То есть, в этом смысле, вот, значит, конфаймент есть и остается. Значит, в зелененькой области у нас будет уже вот эта эффект дуальная пропадет, и мы вполне можем уже решать там уравнение там в конечном объеме. Ну, это, сейчас, я немножко торопиться начинаю, не знаю, стоит ли мне. Ну, и здесь немножко сейчас потеря логики. Я, может быть, вернусь к этой картинке потом. Но единственное, что я здесь хотел подчеркнуть, что если вот эта область, где у вас поле не самодуальное стало достаточно большой, то у вас возникают решения, которые вот имеют вид квазичастиц, да. Ну, вот уровни Ландау здесь, они как масса, как бы, а это энергия, это импульс. Мы спокойно ходим туда, значит, в энергию. Но, вот, в силу нестабильности, вот, в смысле существования тахионных мод у оператора, вот эта область тоже не может стать очень большой, потому что ей придется разваливаться опять на неоднородной области. И вот то, что из наших оценок получается, это не размер домена, но тоже некий размер, который, значит, выражается через глюонный конденсат. То есть, вот этот вот размер, он не больше одного фермия может быть, да. Ну, это так, к слову. То есть, это вот картинки две, что у вас внутри домена в конфаймент, а на границах его нет. И границы слишком толстыми стать не могут. Ну, они могут, но там спагетти-вакуум должен возникать. Теперь про вот эта иллюстрация, как бы затравка, может быть, поставка задачи. Вот про то, как стабилизировать размер, вот, с топологическими, какими-то, значит, причинами. Ну, это вот тоже. И вот смотрите, и без этого обойтись как-то не придется, потому что, как только вы построили руками суперпозицию, да, вот этих доменных стенок, не одномерную, а многомерную, вы мгновенно обнаружите, что у вас при приближении границы, да, у вас и дивергенция H и дивергенция E обе не равны нулю. То есть, у вас, фактически, как бы там должен сидеть дион, да, на границе. Ну, вот, короче, в этом направлении можно думать, значит, какие формулы при этом пишутся или... Ну, для этого вам надо научиться, вот, фактически, произвольное калибровочное поле, определить на абелевую часть и неабелевую часть. Эта задачка сама по себе, дай Боже, да. Ну, когда оно произвольное, зависит от X. Ну, вот этими авторами, значит, там была проделана определенная работа, вот есть некие формулы, соображения, как это можно делать. Она не закончена совершенно. Ну, это вот... Фадеев этим занялся, вот, когда были эти работы Фадеевне и Еми, когда они пытались какие-то такие ноты получить. То есть, я здесь сейчас не буду останавливаться, потому что, как бы, пока это вот хочется здесь понять что-то, но я лично еще ничего не понял. Я знаю, что только без вот этих рассмотрений, ну, на каком-то таком серьезном шаге обойтись не удастся, потому что у вас неизбежно на границе поле оно неабелевое, оно не такое, не сякое, да. Вот все это будет... Ну, и это понятно, потому что у вас... Ну, где у вас меняется самодуальное ванте, самодуальное, и где у вас меняется вот этот угол X из одного угла? Доменные. Доменные стенки, да. Ну, там понятно, что у вас всегда, если поле однородное, есть направление. Тут одно, там другое. Когда две стенки пересекаются, вот тут у вас потеря направлений происходит. Причем, ну, всех, да, в цветном пространстве. То есть, у вас какой-то там ежик должен сидеть. Вот ничего другого вам не дано. Ну, и с этим надо разбираться, короче. А? Группа СУ-2. Ну, группа СУ-2, вот это тривиально. Вот этого угла нет просто. Какие-то... Ничего вы можете выбрать, так сказать. У вас один минимум. Один минимум по углу, и он как бы один, его нет. Я понимаю, что у стенки-то есть? Есть, но они, потому что остается самодуальность, остается просто там направление пространства, да. И даже ничего не меняет. Ну, я не знаю. Мне кажется, что вот эта вот, вот эта игра, которая связана с корнями, она важная тут. Иначе вы какой-нибудь там монополь на стенке, на пересечении стенок не получите. Вот что-нибудь такое. Ну, хорошо. Теперь вот некое соображение, наводящее по поводу этих нулевых мод, значит, фермионов. Ну, иллюстрация, скорее, да, имитация. Значит, этим мы сейчас занимаемся, там, я надеюсь, там, скоро будет что-то опубликовано, да. Аккуратное вычисление. А здесь неаккуратное, просто чтобы было понятно. То есть, вот эффективный потенциал. Здесь я взял просто однопетлевой, фактически, результат. Либо функциональной ренорм-группой. Извините, ренорм-группой. Потому что у них, как бы, вот, нет голого логарифма B, там есть некий G здесь, да. Ну, вот есть некий. Короче, вместо конечного размера я взял некое инфракрасное обрезание у глюонов и у кварков. Так, чтобы у меня была возможность положить нулю массу кварков. Вот это сделано. А дальше мы... А это тоже однопетлевой, значит, вклад кварков в эффективный потенциал. Значит, при массе ноль, но зато обрезанных в инфракрасе, да. Ну и дальше смотрим. Вот некая область, да. Это тоже суперпозиция. Можно вот такие штучки строить, да. И смотрим, рисуем картинку. Ну и видим, что вот есть два минимума. Как по конденсату скалярному, так и по вот этому инфракрасному обрезанию, которое у нас в данном случае имитирует вот размер. То есть, когда я говорю, что причина энергетическая идет от кварков, ну я вот в голове вот эту картинку держу. То есть, энергия, вот есть некий качель. Все, теперь я уже с этой... Я сейчас уже настолько рискую, я это понимаю, потому что я руками машу, 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 машу. Но сейчас я доберусь до формул, до формул. Значит, вот тут я сейчас сокращу очень сильно, потому что иначе это... Ну вопрос возникает такой. Вот мы, допустим, какие-то образы у вас убедили размер домена. Да. И вы говорите, что вот среднее значение там F-меню в квадрате по этому домену очень дорого. Да. Ну а дальше возникает вот такой вопрос. Если при этом F-меню константа по домену, да, то ясно, что на границах, где они пересекаются... Оно будет фингулярно. Главное, так сказать, проигрываете вот поверхностные энергии. Конечно, конечно. Поэтому, казалось бы, система хочет сделать так, чтобы она в центре, грубо говоря, домена поля было побольше, а границам оно уменьшалось. А вы, так сказать, будете выигрывать поверхностные энергии. А, кстати сказать, я показывал когда три графика, ну если из этого синуса... Ну, вот Гинсбурга-Ландау, там есть три функции можно устроить. Кси, омега и конденсация, да. И там, действительно, так и получается. Вот мне это в голову с ним проходило, что я вам сказал. Там поле проседает на границе. Ну, это очевидно. Очевидно. Ну, поэтому... Ну, если оно обнулится совсем, то, конечно, это тоже. Нет, но дальше вы не знаете. Вот, скажем, одна из, один из результатов, который просто, ну, не считается всей этой жидкости, вот, инстантно. Да. Она на границах просела, а в центре она побольше. Ну. Ну, может быть, она больше, но... Понимаете, а как вы это... То есть ясно, что это не минимум? Вы здорово проинкрываете, конечно... Ну, что это... Ну, конечно. С вами? Ну... Нет, ну, не минимум почему? Пока... А, вообще? Вообще не минимум. Ну, да. Потому что даже в вашем домене, вот, допустим, мы взяли, сделали, ну, так сказать, поддомен, который, вот, пусть констант, но меньшего размера. Да. Потом ноль, а потом... Ну, этот маленький, он должен будет распухнуть, так сказать, или с кем-то аннигилироваться. То есть тут... Сейчас, я не знаю, поскольку вот нет реально... То есть ваш аргумент я усек, что называется, что у вас есть единственный масштаб. Вот вы отсюда, как бы, да, говорите, что всякие складки, они... Если вы хотите минимизировать поверхностную энергию, проигрыш на границе, то есть в реальности... Просто известно... Нет, нет, не так, не так. Просто есть сильная надежда, что когда размер увеличивается, да, то растет плотность энергии внутри. Из-за нулевых мод, кварковых. И что? Квази нулевых. Ну, ничего. То есть сугубо... Вот вам выгодно иметь шар с самодуальным полем и именно определенного размера. Выраженного через напряженность. Вы шар, который не так ориентирован. Ну, он, да. И площадь соприкосновения здоровья, да? Да. Проиграем, но... Ну, значит, то есть тут выход один, что-то еще топологические какие-то аргументы должны быть. Что у вас вот количество штук не может уменьшиться, да? То есть сколько есть, столько будет. Ну, вакуум, нет топологического заряда? А здесь тоже нет. Здесь есть только плотность топологического заряда. Это... Может быть, мы как бы... Если можно, я бы чуть продвинулся... Потому что есть феномологический выхлоп. Выхлоп от всего этого. И только он лично меня и убеждает. Потому что, ну, остальное это некие штуки. Значит, поэтому вот, чтобы добраться до вычисления масс и так далее, мизонов, я вот это все сейчас сокращу, да? То есть вот там в начале там века мы с Алексом Кланинатием устроили такую модельку из сферических доменов. И вот в ней пересчитали там всякие статические характеристики. Значит, там петля Вильсона есть, нет, там закон площадей. Значит, вот кварковый конденсат, так сказать, посчитали, да? Ну, вот там нужно было решать уравнение, там, искать собственные значения, собственные функции в шарике, наполненном этим самодуальным полем для фермионов, там, бозонов и так далее. Ну, и вот по итогам я просто вот констатирую, что закон площадей есть. Причина для него такая же, как вот то, что там, я там ссылку... Короче, вот эта вот случайность этого ансамбля, да, она вот является причиной. То есть, чтобы иметь закон площадей, вам почти достаточно иметь случайный ансамбль. Ну, это, кстати, идея, это опять Нильсона, да, статья. Там речь шла о пространственном конфайменте в хромомагнитном поле, там ссылка не живет. Значит, керальная симметрия, вот, это поле генерит... А? Что такое закон? Ага. Ага. Короче, это, что вы берете средние от петли Вильсона, а петля Вильсона так вот, кварк-антикварк замкнутая. И вычисляете, и когда это статически, вот так у вас L растет, то у вас, значит, ответ равен E в степени минус L умножить на T и на какую-нибудь сигму. Вот L на T – это площадь этого контура. У вас как-то есть? Ну, это не у меня, это как бы... Понятно. Короче, здесь это есть, и оно набирается за счет вот этой randomness, да. То есть, ничего... U1, ну, тут все как в инстантонах, по сути дела. Кроме одного, что здесь нет целого топологического заряда у каждой такой штуки. Он, на самом деле, произвольный, может какое-нибудь иррациональное число быть. И поэтому, поэтому не возникает ЦП нарушения. Спокойно. Это надо отдельно разговаривать. Я просто вот произнес, ну, это вот зависимость кваркового конденсата от размера как раз этого штуки. Ну, тем больше, вот растет. Вот отсюда эта надежда на... Все, я теперь немножко... Да, это вот то же самое, да, это плотность топ заряда 0. Это коррекционная функция двух топ... Значит, Q от X и Q от Y, да, двух топ плотностей топ заряда. Это у нас как раз петля Вильцина, а вот потенциал, который из нее извлекается, да. Вот закон прощадей здесь, это U отель, оно множится на T. То есть, есть линейно растущий потенциал межстатический. Это уже численный расчет, которым мы сейчас занимаемся вот для произвольного ансамбля этих доменных стенок, там, Монте-Карлем. Это так сугубо предварительно. Ну вот, значит, а теперь вот, вот теперь перейдем к формулам, которые уже это... Значит, вот что, что было... Есть, конечно. Нет, почему? Если у вас будут стенки, то будет и G в кубе. То есть, вы хотите сказать, что G в кубе только на стенках сидит? Ну, если хотите, да, сосредоточено. Ну, то есть, ну, по величине, так понимаю, он меньше, да, все равно, чем G в кубе. Ну, их же тоже здесь. А? Размерность разная. Ну, да, сравнивать трудно, конечно. Но, тем не менее, как бы, вот, да, он будет сосредоточен вот там, где поле не Абелева. Потому что для Абелева этого не будет, да. Этот вопрос, как бы, всегда каждый рефери спрашивает, а как с другими конденсатами? Ну, и тут я только могу, опять же, в ваши вот старые работы, там, Андрея Грозина тоже с Юрием, как отчистоянием, с Пенелисом. Там вот всякие соотношения. Но, конечно, G-куб в Абелевом поле не будет. Но за счет стенок что-то наберется. Ну, это уже область догадок. Я, честно говоря, не готов. Вот давайте вам лучше расскажу теперь про такую фенологию, которая, она, как бы, ну, мы что-то... А? Потому что у вас N. У вас либо так, либо так. Какое N? Ну, вот... Цветное, что ли? Цветное. Вот в том-то и дело. Вот я там рисовал эти, которые Фадеевы и Ниеми. Вот это N, оно там вообще что-то ощудить будет со страшной силой, если разобраться. На границе как это будет? Потери ориентации происходят. Вот что. У вас там будет существенно неабелево поле. Сингулярность будет. Совершенно случайным образом ориентированы относительно... Да. Потому что на границе у вас сингулярность. Она может быть чистой калибровкой, да. Вот что-нибудь такое, что спасет жизнь. Но вот гладкими функциями... Вот нельзя пройти границу. В одном измерении можно. А в двух уже нельзя. В трех вообще. Пройти границу с N, которая у вас всегда абелева. Которая всегда такой вид имеет. Вы не можете одним углом ксид запараметризовать. Вам надо тогда включать всю мощь. Это, значит, SU3. И... Ну, вот в этом дело. Сейчас можно я... Вот тут вот, чтобы оправдать уже, что я вас столько мучил. Потому что, в конце концов, это вот можно фантазировать. И так, и сяк. И вообще все уже перебрали. Где это работает, да. Давайте посмотрим. Вот, опять, стартанем вот с этого выражения, да. И будем ему придавать смысл. Ну, имеете в виду, будем, значит, теорию возмущений стандартную. С фоновым полем. Значит, ну, то есть, будем вычислять всякие диаграммы Феймена. В которых пропагаторы будут стоять, значит, в однородном поле. Ну, мы по-другому не умеем. Хотели бы, знаем, как в однородном вычислять. После чего мы будем усреднять по этому однородному полю. Да. А в тех случаях, когда такая процедура, значит, будет бессмысленной. Ну, например, у вас будет возникать корреляция бесконечной длины, да. Мы будем включать руками, значит, скорреляционную функцию вот из доменной модели. Ну, в том смысле, что у вас, на самом деле, само поле B, оно скоррелировано конечно, да. Ну, и вот как-то параметризовать дополнительный коррелятор. Значит, про усреднение тоже было написано в знаменитой статье 1984 года. Ну, правда, вы же усредняли тоже, да. И какие-то там, значит, обоснования. Это, кстати, очень сложная штука. Вот объяснить, почему надо усреднять. По однородному полю нельзя усреднять. Это все, как бы, понимают, да. Я не сразу понял. Я хотел это. Ну, давно, правда. Короче, вот такая штука, да. Ну, здесь что, можно опять, вот, в смысле диаграмм Феймена взять и проинтегрировать по глюонам и духам, да. После чего мы получим выражение вот такого вида, да. Значит, где уже только остались сварки и вот это вот фоновое поле. А здесь стоит вот такой производящий функционал вот этих вот вершинных функций Грина, да. То есть это G и N точечные функции в присутствии поля. Здесь сварковые токи, значит, и вот все это бежит от нуля до бесконечности. Ну, пока мы просто некие тождественные в смысле теории вот диаграмм Феймена акции делаем. Ну, и теперь вот что. Мы, значит, вот первое слагаемое N равно 2. Это четырехфермионное взаимодействие и обмен вот полным глюонным пропагатором. Значит, следующее это шестикварковое взаимодействие с вершинной функцией, которая полная, да, если бы мы ее могли посчитать. И так далее. Ну, вот тут говорятся обычно такие слова. Поскольку мы сейчас хотим интересоваться токами зонами, то мы, стало быть, вот все кроме этого четырехфермионного взаимодействия выбросим, да. Ну, вот давайте пробовать. Мы же делаем, что можем. Ну, вот мы это делаем, значит. Ну, чтобы немножко оправдать себя, значит, то, что останется, оно уже само по себе содержит много, значит, смысла и вопросов. Гораздо больше, чем многие-многие другие модели типа намбумилозиния или ее расширения, да. Значит, вот мы остаемся с четырехфермионным взаимодействием. Сейчас там, что у нас в следующем слайде. Вот. Вот оно, значит, здесь стоит. Сейчас же G. Вот два тока цветных и пропагатор глюонный. И дальше мы говорим, что мы полный пропагатор не знаем, но мы верим, что вот это поле фоновое, это есть хороший вакуум. И поэтому мы теперь в качестве приближения здесь возьмем просто глюонный пропагатор в присутствии этого поля, да. А все вот рад поправки, как бы, мы про них забудем. Ну и в этом смысле вот константы связи Альфа-С или там массы Кваркова там потом появятся, это у нас уже перенормированные. Ну вот в таком тривиальном смысле. Потому что мы рад поправку, мы их вообще не учитываем. Перенормированные, и вообще там можно вот поговорить на тему, что это вот, значит, ну в инфракрасе их значение. Ну тут смысл как бы, хорошо, то есть я не буду как бы настаивать, то есть просто объясню вот, что делается. Значит, вот вот эти четырех фермионы с некой константой связи, вот тут вот некий массовый параметр, он не имеет смысла полюсной массы, но это масса. И теперь надо разобраться вот этим четырех фермионов. Ну здесь есть стандартные способы, ферцуем, значит, да, переставляем там фермионы в токах так, чтобы выделить бесцветный канал. И вот после чего получаем вот билокальные токи такие, он тут написан, не написан, он не написан. Ну это простая штука. Сейчас, наверное, достойно того, чтобы нарисовать, потому что там будет стоять у вас там Q, ну Psi с чертой от X, тут у вас будет стоять, значит, E в степени там I, X, B, Y. Вот я, кстати, тут будут стоять все от Y, да, еще, значит, ну и по цвету они будут свернуты уже у вас, да, то есть это будет бесцветный объект, а это вот матрица у вас. Ну, короче говоря, у вас возникает, хотя и не локальная штука, да, но она бесцветная, потому что варианты на локальных фоновом смысле калибровочных преобразований. И теперь вот это вот такая вещь тут, ну там, поскольку мы ферцевали, значит, гамма матрицы Дирака, флейворные, то тут вот возникнут гамма, всякие гамма, мю, гамма 5, все, все, что надо, и еще возникнут вот эти вот генераторы, которые флейворные группы, да, то есть вот эти нанеты и все остальное. После чего мы вот этот локальный топ возьмем и сделаем все, мы его разложим по какому-нибудь подходящему, да, мы, во-первых, выделим теперь вот XY, это кварк-антикварк, мы перейдем в систему центра масс, вот, соответственно, с тем, какие у нас массы запутываются вот этими флейворами, да, и вот у нас будет теперь центр масс и относительная координата. И вот по относительной координате мы, значит, произведем все это разложение по системе ортономированных функций, которые, там, что касается орбиты, значит, угловой части, все в эвклиде делаем, да, угловая часть с ней понятна, это стандартные, значит, эти функции сферические, там, в данном случае, там, ультрасферические, а радиальная часть, она будет диктоваться тем, какой у нас пропагатор глюонный, да, и в данном случае вот эта экспонента, которая здесь стоит, она будет весовой функцией, для того, чтобы интегрировать, значит, отинтегрироваться, в конце концов, поэтому вот, значит, Z, ну, а это, вы видите, что это осциллятор опять у нас, приехал к нам в гости, и, короче говоря, вот, белокальные токи разлагаются в ряд по, значит, функциям вот таким вот, где вот это вот есть радиальная часть, и это, значит, функции лагера, да. Короче, что здесь я скажу, что здесь некие стандартные штуки делают, которые еще, там, Крейг Робертс со товарищами делал, когда в Австралии жил, да, то есть, там, в 70-80 каком-то году, но новое тут, что есть модельный, вот, со всеми этими приговорами предыдущими пропагатор, и вот эта вот штука, она жестко является весовой функцией для ортогональных полиномов, которыми мы дальше будем работать, да. Ну, и в итоге, что у вас? Вот это четырехфермионное взаимодействие, оно превращается, вот оно здесь, вот картинка и так нарисована, это цветные токи, вот мы все это переколбасили, и теперь у нас есть взаимодействие уже локальных токов, но у вас есть бесконечный ряд по всем квантовым числам, там, включая возбужденные состояния. Все в Эвклиде, нам еще нужно будет перебираться в Минковске, но, значит, это позже. Кстати, когда у вас теория взаимодействия считает, это понятно, что есть экономические статусы, и объекты, которые выникают экономические структуры, а здесь, как бы, нет, или какие причины есть? Ну, давайте доберемся, да, то есть вы правильно, вопрос, здесь у вас возникла нелокальность, да, фактически, вот, смотрите, то, что вы сейчас, с чем вы начинаете иметь дело, вы стартовали с флагранжана КХД, да, все, что вы сделали, вы привнесли явную зависимость от времени, причем, ну, нехорошим образом, потому что она на бесконечности у вас там себя плохо ведет, в итоге это вылилось в то, что у вас вот пропагаторы, все форм-факторы, они будут нелокальны по времени, вот, да, и на этот счет, это, конечно, очень суровая вещь, да, это означает, что неизбежно где-то, вот, в комплексной плоскости по этим импульсно-переменам, да, у вас будет рост, да, ну, то есть существенно особая точка на бесконечности вам гарантирована там, ну, вот, значит, это требует, значит, специального обращения при анализе, здесь, что я могу только сказать, что, почему вот вообще я или, там, вот, Гарри Владимирович Ефимов попали под это колесо, потому что, ну, предыдущие, там, 20 лет, ну, Гарри Владимирович Ефимов, он занимался тем, что он встроил нелокальную квантовую теорию поля, вот, стараясь достичь того же уровня строгости, что и в локальной, есть такая белая книжка, там, нелокальные взаимодействия квантованных полей, очень неплохая, так сказать, вообще образовательная, то есть, то есть, вы задаете правильный вопрос, значит, вот, очень короткого ответа на него нет, значит, есть способы продолжать, вот, вводя регуляризацию, значит, и доказывая теоремы, да, и, 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 в конце концов, вот, вот, может, там, значит, теоремы такого сложится, что если форм-фактор, там, удовлетворяет вот этот форм-фактор, удовлетворяет, там, таким-то и таким-то условиями, то, значит, и так далее, да? Я сейчас даже не готов вам сказать. Я вам хочу просто показать, как это делается на практическом уровне. Ну и если там будет видно явный косяк, то мы тогда будем сразу расстраиваться. А так мы вот этот процесс огорчения немножко оставили на потом. Потому что хотелось бы, так сказать, понять, а стоит ли этим заниматься всерьез, на аксиматическом уровне. Короче говоря, вот с точки зрения, вот теперь у нас четырехфермионные взаимодействия, но их много-много-много. И теперь здесь легко устроить базонизацию. То есть мы Е в степени вот этот ток в квадрате перепишем как интеграл уже по базонным полям. Потом получим уже квадратичное по фермионным полям. Вместе с вот этим пропагатором объединим, проинтегрируем. Получим детерминант, возведем его Е в степени логарифму оператора и разложим в ряд по мизонным полям. После чего получится вот такое эффективное мизонное действие. Это все в эсклиде пока что. Ну и здесь что? У нас есть некая фи квадрат. Ну тут какие-то константы, но это все, ничего тут нового не привносилось. Это константа какая-то от ферцевания возникшая. Это константа сильных взаимодействий, калибровочная. Вот это hq, это константа взаимодействия мизон-кваркового. Ну она вычисляемая, она не параметр, она вычисляется здесь. Это вот некая гауссовая мера, которая когда мы превращали фермионный интеграл в вазонный. А вот все, что здесь написано, это уже взаимодействие между мизонами. Каждая такая W. Это вот такая сумма интегралов. k относится к числу этих мизонов взаимодействующих. То есть это k точная вершинная функция. q означает набор квантовых чисел. Ну то есть это член на нету с таким-то радиальным квантовым числом, с таким-то орбитальным моментом. А в основном состоянии у него спин-четность, но он вектор. Но на самом деле орбитальный момент с вектором надо будет все расклассифицировать в полный момент. Ну тут как бы некие стандартные рамутские процедуры происходят. То есть это квантовый чисел. А вот эта вершинная функция гамма, она оказывается вот такой. То есть вот тут вот сейчас вспомним про то, что корреляционный самого фона она тоже не. Короче говоря, вот двухточная функция. Ну то есть это вот диаграмма. А, то там дальше будет. Сейчас я можно стопну. Вот она вот гамма, да? Ну то есть это вот процедура вычисления такая. Вычисляете кварковую петлю с нелокальными вершинами, которые у вас возникли в процессе бозонизации. И они приходят из глюонных пропагаторов как бы, да? Это вот эти линии, это пропагатор кварка во внешнем поле. И потом вы это все усредняете по всем конфигурациям этого фонового поля. Но наряду с этим возникают и такие диаграммы, да? То есть там были головастики, которые там упали, вы разложили в ряд. По ним проинтегрировалось, да? Поскольку у вас уже, они, у вас есть коллекционный коррелятор. Вот у вас здесь и здесь одно и то же фоновое поле, да? И вы теперь по нему усредняете. Они у вас склеились, да? После чего вы их можете экспоненциировать. И, короче, вот это все напоминает кумулянтное разложение, да? И вот, кстати, у Симонова тоже там такого рода формула писали. То есть у вас из-за того, что у вас есть фон и вы по нему интегрируете, у вас помимо вот таких диаграмм однопетлевых появляются вот еще добавки. И вот здесь нужно что-то, вот это самая трудная часть на самом деле. В инстантонах она тоже есть, да? И вот именно она решает там проблему у этой штрихмезона, да? Ну и так далее. То есть мы здесь, мы будем просто фактически моделировать этот коррелятор, да? Вот ручками поставим. Такой, как, который нам подсказывает вот эта модель сферических доминов. Ну а остальные, вот, значит, n-точечные, они тоже будут содержать всевозможные, так сказать, диаграммы такого сорт. Ну, нет труда здесь ввести электромагнитные взаимодействия, слабые взаимодействия, да. Как правильно понимаете, что там в правом нижнем углу, это 24-й, 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 24-й? Я понимаю, что я очень медленно продвигаюсь. Ну, короче, я уже на самом деле до некого ключевого места дошел. То есть все, что я хочу сказать, да, уже тут сейчас студенты придут на лекцию. Я закруглюсь в том смысле, что вот эта вот картинка, формула дана, в ней все элементы определены. Вот они здесь выписаны, пропагаторы, вершины и так далее. Дальше надо просто сесть и тупо считать, да? Ну, вот мы это там проделали. Считать, что будем? Вычислять, значит, массы мизонов. Ну, я давайте пробегу по результатам, а если еще будет время и желание, то, значит, вот, значит, основная формула для вычисления масс всех мизонов, какие есть. Тяжелых, легких, тяжело-легких, в основном состоянии радиально возбужденных. Ну, там надо будет диагонализовать, конечно, по-радиальному, но вот это вот сам коллекционный оператор, да? Ну, вот тут вот буквы, которые туда подставлены. То есть вот здесь вот все, что надо, чтобы дальше, значит, пересчитать вот такие вот все мизоны. Ну, тут вот от пи-мизона до батамония, да? Ну, и вот здесь уже численный результат. Значит, какие параметры здесь? Ну, вот они как были, значит, массы кварков, сколько их есть, столько и есть. Они здесь имеют значение такие, которые как конситуентные, то есть как инфракрасный предел. Ну, вот эта лямбда, она же конденсат глюонный, там, пересчитанный через коэффициенты какие-то. Альфа-с тоже вот как бы в нуле, да? Вон, 3,45. И вон размер домена. Он как-то немножко великоват получился, да? Размер домена фиксируется только вот по этой штрих-мизону, вот из этих двух головастиков, которые склеились. Ну, и дальше вот мы смотрим, так сказать. Собственно, вот это как бы лично меня приклеило к этой деятельности, потому что это было давно, там, первые оценки сделаны. Вы вдруг видите, что у вас, ну, там кроме R нет лишних параметров, чтобы было понятно. Остальное все всегда есть, да? А у вас там вы в 15% укладываетесь, вот сразу. Причем мы же, мы как вот зафиксировали вот это все, вот это, 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 да? Это и это. Мы забили на Пи К и К со звездой Ро. Все, и дальше мы просто считаем. Ну, то дошли до цикварка, добавили цикварк. Мы ничего не трогаем, да? И вы видите, что вот эта вот экспонента Гауссова, она работает по радиальным возбуждениям хорошо. Вот это вот самодуальность поля, там, вот это вот нулевые моды кварковые, они вам работают вот здесь, вот, векторный, псевдоскалярный на нет. Значит, тут я скажу опять, что вот в таком вот, самом простом варианте, здесь нет скалярных мизонов, которые есть аналоги с Пи. Ну, вот сигма, такого как Пи нету, вот с точностью до замены гамма-5 на единичную, нету его здесь. Знак неправильный в уравнике. То же самое касается аксиальных мизонов. Хотя скалярные состояния и аксиальные состояния, они там есть, и они с правильными числами. Здесь это не показано, это раньше работа была. Если вы орбитальные возбуждения уже считаете, то там вот в гипертонкой структуре расщепления у вас все квантовые числа находятся. Короче, вот, значит, я дальше. Это вот... Большое или какое? Да, большое. У Стэна Бродского оно Пи. Нет, это число, на котором... Оно большое, да, но у вас кроме нее еще что-то. Нет, это само значение, оно как раз то, которое, в принципе, у народа и получается. Это вот там Ботомой. Ну, короче, вот по всему спектру у вас вот это вот... Альфа С-кисторый Пис? Да, какое надо? То есть какое надо? Там они сидели на малые, вот они едят. Это на большие... Нет, здесь альфа С, это вне теории возмущения, это в инфракрасе. Это как бы инфракрасный предел вот этой эффективной константы связи. Она может быть и такая, но у вас же там, наверное, на петлевые какие-то выражения. Здесь я бы сказал, что они не на петлевые, они древесные. Вот это вот древесное приближение, то, что я вам показывал. Там радиационных поправок нет вообще. Такие все хуже, да? Ну, я не знаю. Вот я... Если вы говорите так, вот у нас раньше вся эта история была с инстанционом, куда-сюда, вы не говорите, ага, непертурбативные эффекты, и минусы деменционалов. Ну, это же квазиклассика. Это квазиклассика. Вся эта здоровая, вне петлевые пертурбативных эффектов, просто нет. Ну... Еденица, да. Что, марта, леонидит. Еденица, да. Существенно, особой точки нет. Вот этой штуки, которая... Сейчас. Да, нет, тут большие. Да, тут как бы то, что вы спрашиваете, и как бы опять это требует рассмотрения и так далее, вот что там происходит с поправками. Но здесь как бы сейчас... Сейчас доберемся до чего-нибудь. Короче, это тяжело-легкие. Еденица, да, известно. Если они не здоровы, это же не не вкладывается, но он не вкладывается. Ну, как, у тебя фиксировано, альфа же не будет сюда, да? Если на фиксирование, то вопрос у тебя, как для легких, что-то я могу альфа включить в определение. Это условно. Я вот соглашусь, что вот со смыслом этого параметра, который здесь уговорят, с ним надо разбираться. Я, конечно, так вот говорю смело, что это инфракрасный предел, перенормированный и так далее. Но, короче говоря, пока это параметры. Так же, как и во всех остальных, ответ какой всегда дается, а что с поправками? Там же вот можно другие диаграммы. Единица на НС, разложение, и вот, значит, ну, как нам вы изложили. Вопрос есть. Я поэтому сразу говорил, что тут теорем нет, есть здесь некая, так сказать, вот, хороший выхлоп феномологический, который все время хочется понять, почему так происходит, да? Ну и дальше разобраться, разрушается ли он там поправками, какого смысла. Это же еще не все массы пересчитались, это вот уже свежее, да? Вот обычно у людей большая проблема посчитать, вот какие бы ни были модели, там, бета-салпитр, посчитать одновременно массы и вот эти константы распадов, ВПП, да? Вот, например, вот эта константа, она всегда дико заниженная получается, да? Вот что здесь работает? Здесь оно получилось выше, но, в принципе, прилично, да? Так вот за счет чего? За счет следующего вещи, которая тут еще пока не звучала. Вот когда вы усредняете там вот такую двухточную диаграмму, то, ну вот, вот тут x, y, да? Вот эта фаза, где я ее рисовал, пропагатор гварковый, ну и глюванный тоже, они у тебя, они есть x, b, y, да? А тут вот уже h от x минус y. Это традиционный вариант, но это вот эта штука, да, стоит здесь. Так вот, ну здесь она сократится все это в конце концов. А вот если у вас трехточечная и выше вершина, то у вас эта штука останется, и при усреднении, значит, по направлению поля b, она вам даст реальный некий фактор, вклад, да? Так вот, значит, что выяснилось, что нам-то хотелось упростить себе жизнь, это же все усложняет, но вот это пытались выбросить. Ну, приблизительно, так сказать, мало ли. Вот здесь получится... Да, ну вот, ну, слушайте, в новой лазине вообще ничего нет, да? Ну, давайте вот, мы сразу тогда диаграмму посчитаем, а так мы будем две недели считать. Там же не так просто все. Сразу вот тут единица с небольшим получаться начинает. То есть вот, скажем, сюда это вклад существенный. Я просто как намек. То есть вот калибровочная инвестиция локальная важна. Вот нельзя руками, руки совать не надо. Значит, дальше пошли. Вот эта вот штука, да, замечательная, этот самый Бабар-пазл, там, как ее называют, переходный форм-фактор. Ну, это, как бы, я сейчас на опасной территории, потому что все считали, и у всех есть мнение. Значит, мы тоже посчитали. Значит, что здесь получается? Вот сейчас фаза. Вот смотрите. Сейчас я перейду на следующий слайд, чтобы сразу ускориться. Фу ты. Слушайте, а я где? Я же остальные добавлял рисунки. Почему их здесь нет? Хорошо, я прошу прощения. Я добавил, и, видимо, на флешку не перенес. Короче, вот это вот форм-фактор, посчитанный вот с фазами, со всем делом. Вклад там есть. И он идет на 20% выше, чем предел Бродского лепажа, да, чем факторизационный предел. Если я эти фазы выброшу, то я точно сажусь на этот предел. То есть утверждение 1. Ну, да, а сама там константа распада, да, вот видите, она с какой точностью получается. Это ничего не подгонялось, просто делалось вычисление. Причем FP и GPP вычислялись независимо. Вот это соотношение через аномалию здесь не используются. Значит, и утверждение как бы такое, что, значит, асимптотика здесь, она, значит, правильная, она не меняется. Сама асимптотика по Q2, как в факторизационных пределях. А коэффициент, значит, если вот у нас вся наша игра с локальными вершинами, она только глобальна, инвариантна по цвету, то получается предел Бродского лепажа. А если мы вот эту штуку учтем, значит, локальную вершину, то немножко выше начинает идти. Ну, на самом деле, были посчитаны там это, это штрих, это С, там вылезла проблема, значит, в этот штрих, там нужен опять коррелятор фонового поля, и вот там мы уже не справились. То есть там все как бы съехало, это и есть проблема. То есть не везде хорошо. Но вот это наблюдение, оно на самом деле очень такое интересное выяснилось, значит, обнаружилось. Ну, пойдемте дальше. Ну, здесь вот эти вот все слова про то, что... Теперь вот это, то, что я вам говорил, вот смотрите, значит, про электромагнитное поле. Ну, в тяжелых ионах, вот там расчеты были, как бы, что в области столкновения возникают экстремальные. Вот в единицах, значит, массы пиона в квадрате, вот это вот, да, вот деленное на mp квадрат. Это вот магнитное поле, которое возникает в области столкновений размером там, ну, несколько ферми на несколько ферми, да. И оно там, три массы пиона в квадрате, без разницы в этих единицах, h равно c равно единиц. Ну, и вот, собственно, это некий объект, который там используется. Значит, в наших играх, что было сделано? Опять же, мы же, как бы у нас нету, это большого компьютера, так сказать, мы петли только считаем. Вот мы взяли и посчитали 1-петлевой вклад кварка в присутствие и электромагнитного поля, и вот этого фонового поля. Оба абелевые. Ну, на самом деле, в моей жизни это первая работа, когда а равно b плюс c, b плюс c вектора, подставляем в практически известную формулу, они перемножаются, и ваша энергия начинает зависеть не только от напряженности полей, но и от угла между ними, да. И выясняется, что если мы, значит, считаем, что электромагнитное поле внешне задано, а глюонное подстраивается, то, значит, энергия вот эта, привносимая кварками, она минимальна, если поля начинают друг друга воспроизводить. То есть, если электромагнитное было, там, магнитное, ну, или, там, скрещенное, да, то и глюонное будет вынуждено под него подстроиться. То есть, вы с помощью электромагнитного поля вот создаете дефект, в этом ансамбле, внутри которого у вас есть квазичастицы. Значит, ну, уже вот уровень Ландау и так далее, да. То есть, нет конфаймента, конфаймента нет. Ну, и вот, как бы, вот этот вот процесс столкновения, он, если забыть про плотность или, там, высокую плотность энергии или брионного числа, а только говорить про магнитное поле сильное, вот это будет вот так вот отражаться, так сказать, ну, это рисунки, но оно просчитанное. Значит, ну, и следом, вот возникли решеточные вычисления, и там поток, он растет, там уже большая длительность возникла, которая теперь называется, значит, магнетик каталис, вот каталис деконфамента. То есть, выясняется, что если у вас сильное магнитное поле, то температура критическая, значит, понижается. ну, ну, это вот, а вот в этой работе, там, ну, первые работы, ну, вот, гонораболиток, там просто написано, ну, ровно то, что я вам сказал, что хромомагнитное поле вдоль магнитного, а хромоэлектрическое вдоль, ну, они как-то там, ну, потом там работы, которые изучают асимметрию, там, вот, струнные константы в присутствии внешних электромагнитных полей, то есть, на самом деле, как бы, там, не совсем прямо, но, вот весь этот эффект, значит, влияние магнилоэлектромагнитных полей на структуру вакуума КХД, он, как бы, налицо в решеточных вычислениях. Значит, вот тут, вот про, вот, может быть, потому что ваш вопрос, который вы говорили. То есть, смотрите, мы сидим в древесном приближении в том смысле, что, если мы выключим внешнее магнитное поле, то все пропагаторы будут просто, ну, обычными, пертурбативными, без учета взаимодействия, никаких род поправок. Присутствие магнитного поля, оно, пропагатор делает, значит, вот таким вот, да, красный, наш пропагатор. А одевающая функция, то есть, ну, пропагатор глюонный, а одевающая функция, то есть, умноженная на П квадрат, она вот так выглядит, да? Я напишу. Магнитное поле буквально на первое. Нет, я уже скакнул, я просто тороплюсь, поэтому про магнитное поле я закончил. То есть, утверждение такое, что магнитное поле, электромагнитное поле, да, ну, конечно, да, то есть, то, что я вам показывал формулу, это однопетлевой вклад вот этих виртуальных кварков в энергию вакуума. поскольку кварков оба заряда, вот через него начинают влиять друг на друга. Значит, а здесь сейчас мел, я исписал здесь, почти, ну, вот здесь есть, ну, то есть, вот там, что нарисовано, это вот P квадрат на G от P квадрата, да, это вот одевающая функция, ее называют. Ну, вот она в ноль стремится, ну, понятно, единица минус экспонентность. А вот это вот результат вычислений, значит, вот в какое-то время, значит, в районе там 6-го, 4-го года объединились функциональная реном группа уравнения Дассина-Швингера и Мишел Генфридс там с Мюллером Простером, значит, решеточники. И посчитали пропагаторы глюонов-кварков, карибурки-ландау, и вот это вот их одевающая функция для глюонного пропагатора. Да? Вот сравнивать с этим. Тут даже не мое наблюдение было, а Яна Павловского, который вот отсюда. Ну, вроде как ничего похожего. Он тогда, он... Что там отложено? Нет, здесь импульсы вклидов, а здесь вот эта функция, вот, P квадрат G на P квадрат. Они численно все считают, Это пропагатор? Что это? Пропагатор глюонный. Умноженный на P квадрат, да? Вот этот. Dressing function, то, что по-английски называют. Ну, то есть, это вот, если бы это не было, без учета взаимодействия, это была бы единица. А так, это вот целая функция, да? С неким максимумом, вот здесь вот лямбда, кхд, где-то там, и так далее. И все это, и на решетке, это... А у нас, у меня тот же самый объект, P квадрат на G от P квадрат. То есть, вот у меня при больших, в ультрафиолете, это просто константа, а в инфракрасе она падает. Ну, короче говоря, это... Сейчас скажу, я к этому добираюсь. Вот эти точечки, это вот альфа от P, альфа S, бегущая константа связи. Ну, на самом деле, у меня не только пропагатор, но и альфа там стоит. И вот это то, что не я, я бы гордился, если бы я сообразил, но это Ян Павловский. Он говорит, давай умножим одно на другое, и когда... Ну, и возьмем для альфа от P, ну, там, однопетлевой бег, да? И тогда получается вот что. То есть, утверждение такое, и это вот, видите, оно как бы там, ну, не количественно, но качественно совпадает. Короче, утверждение такое, что я, я говорю, что я сижу на древесном приближении, в ультрафиолете, да? А в инфракрасе вот модификация. Вообще, во внешнем поле альфа с пазахватом, это не единицы на логарифм? Совсем? Нет, во внешнем поле, если вы его туда, так сказать, включили, вопрос опять, как определить чего, да? Ну, как, известно как, вы измеряете силу взаимодействия, трущи, да? Это есть диаграммация. Все остальное? Ну, здесь это как бы диаграммы считаем, да? И вот первое, вот то, что, то, что вот эта штука здесь, смотрите. У тебя вот парк, парк, поднежными плюмами. Вот это плюмами взаимодействия с кромомагнитным полемом. Да. Да, да, да. Если ты все это определил, как АЖС на 2-х раз, то тебе хочется... Нет, это так стенд Бродский делает. Он пропагатор, включает туда. Можно и так делать, но мы хотели подчеркнуть другую вещь. ну, как бы у них, у них вот тут вот, они делят вот так вот на 2 со множителя. Давайте, ну, короче, я готов как бы обсуждать, но просто уже я боюсь, что я утомил, и сейчас мы можем продолжить, ну, как бы. то есть вот утверждение такое, что те объекты, которые имеют яблоки с яблоками, сравнивать, да, вот в этих двух играх, они выглядят очень, это как бы радостные вести. Но это я сейчас про кварковые пропагаторы, давайте я опущу, потому что это надолго. Но, а вот про то, я добавил бы, вот про эту игру, что на самом деле, если так задуматься, оно не очень сильно удивляет, потому что, смотрите, вот это всякими численными методами, как они говорят, first principles, да, посчитали пропагаторы. Дальше я вам в самом начале показывал результат для эффективного потенциала, который был вычислен с помощью вот этих пропагаторов. То есть там как, вы считаете непертурбативный пропагатор, а потом вы его используете для вычисления эффективного потенциала, непертурбативного, да, и имейте в нем минимум, да. Дальше я беру этот минимум и вычисляю пропагатор, уже вот, ну как бы в среднем поле. Ну и не стоит удивляться, что если это среднее поле правильное, да, то мы воспроизводим то, что должны воспроизвести. То есть это вот некий маленький намек на какую-то эфемерную самосогласованность этой игры, да. — Но она не масса по смыслу, масса есть, потому что вы единица минус экспонента на p квадрат в нуле константа, но у вас не стоит p квадрат минус m квадрат, то есть масштаб есть, gap есть, да. — Но вы можете считать, что это может быть. — Но люди говорят масса, но тогда возникает некая путаница, что у вас полюс где-то, что-то, ну чтобы с этим не путать. — Это и свитерская путь. Ну, короче, вот я бы, пожалуй, уже тут закругляться начинал, потому что уже сейчас ночь наступит. Короче, вот это вот, я пропущу вот это. Ну, я, пожалуй, все сокращу, то есть вот с АДС, КХД, вот то, что я там анонсировал, значит, с мягкой стенкой, ну, вы, наверное, знакомы, что это такое, модели АДС, КХД. Жесткая стенка от мягкой отличается тем, что вы по пятой координате, которая, так сказать, поначалу, когда написалось, что, ну, некая пятая координата, мы не знаем, что это такое, да, вводим граничные условия так, чтобы спектр возникающий этих мезонов был. Мягкая стенка, они стали вот тут вот ставить, а вот это делатон, да. Ну, и выяснилось вон там ссылки, что у вас хороший такой эквидистантный спектр получается, тогда, когда это у вас галфовый экспонент, да, по этому Z мифическому. А вот это у вас тоже Z квадрат, осциллятор. Что такое Z, значит, ну, в наших играх, если вот одно на другое пытаться соображать, то это просто относительная координата, вот это расстояние между кварком и антикварком в мезоне. Но только у нас не пять координат, у нас их восемь, потому что есть еще углы, да. Здесь углы ставятся руками обычно. Ну, то есть я тут, это я не в плане критики, я в плане того, что вот этот гармонический осциллятор, он неожиданно, значит, вот прорезался. Они, конечно, не ссылаются ни на Феймана, ни на Лиутвиллера, но вот Стэн Бродский, он, конечно, сделал сильный шаг здесь, потому что он перестал говорить вот эти слова, мы не знаем, что такое Z, а он, ну, вы, наверное, знаете, там сейчас, вот ссылка, Физер Элэйтерс, можно посмотреть. он не знает, да. он отождествил ее, он взял, значит, вот волновые функции, там, что волновая функция, это вот структурная функция Мизона, да, а вот это Z, это вот там с поперечным импульсом. То есть, по сути дела, он заговорит то же самое, что и я вам говорю. В нашей картинке и то, что Стэн Бродский говорит, это вот относительное движение кварка и антикварка в Мизоне. Если у вас Барион, то... Почему? Обратите внимание, что я пока сижу в Эвклиде, а Стэн Бродский говорит про поперечный импульс. Вот, фу, этих отождествлений. То есть, там как бы надо еще добраться... Относительный импульс, я понимаю. Относительное... Ну, потом, да. Вот в нашей игре? Да. Запаздывание есть, конечно. То есть, тут это во что могло бы выливаться? Когда мы будем смотреть возбужденные состояния, да, мы их смотрим, то у нас будут лишние состояния. Ну, это вот то, что Фейненовская-то. Да, то есть, как бы, там, радиальное возбуждение по времени, либо вращение время-пространство. Ну, вот, вот тут полной ясности нет, значит, по тому способу вычисления, которым мы пользуемся. А мы как делали? Мы там, то, что, значит, с индексом, векторные и прочие поля, да, вы, вот, в Эвклиде уравнения пишете, выделяете скалярную часть, там, с дельта-мю, из нее извлекаете, вот, то, что я показываю, как масса. А остальное, вы теперь, когда вы переходите, П квадрат на минус, а М квадрат меняете, от П-мю, там, В-мю, на массовой поверхности ноль, а не на массовой поверхности ноль. Короче, вот, число этих, значит, компонент вы приводите в соответствие тому, что должно быть. Вот полностью, так сказать, я, как бы, здесь, на вопросы, эти вопросы остаются. То есть, если пытаться нормироваться на, вот, в квантовой механике столько состояний, а здесь столько, и есть разница, наверное, будут проблемы. Но, но если в нельдийский предел не ходить, а что бы нам туда ходить обязательно, я даже и не знаю, то вообще не так плохо будет. Ну, что такое кварк в нельдийском пределе или глюон, да? Ну, это я уже так немножко это расслабляю. Ну, в общем, собственно, я вот закончил бы вот тут вот, последним, и вас перестал мучить. То есть, так вот, в целом, это как, если говорить про лес, не про деревья отдельные, потому что деревья, это нужно сейчас по каждому поводу писать формулы, и никак, да? Там не все хорошо, но и не так плохо, да? Потому что мы как-то, Гарю Владимирович учил писать формулы аккуратно, насколько можно. А лес в целом, он тоже выглядит так, интересно. Он, там колючки есть, ну, то есть это, ну, про киральную симметрию я вам ничего не говорил, но не успел просто. Но тут понятно, что само поле, вот без всякого, вот в замблазине у вас что происходит? Четырехферменное взаимодействие ведет к тому, что киральная симметрия нарушена. Здесь это работает, но плюс к этому есть мощный усиливающий фактор, это вот сам фон. Ну, так же, как в инстантонах, да? То есть, там такая картинка, что если вы включили четырехферменное взаимодействие, у вас киральная симметрия нарушилась, возник конденсат, то дальше вы, значит, можете, но для этого вам надо будет иметь не нулевую массу кварка затравочную. Вы положите массу кварка нулю, затравочную, токовую, константу связи вы устремите в ноль, а конституционная останется за счет вот этого фон. Ну, то есть, там какие-то такие вот штучки возникают, интересно. Ну, я, пожалуй, закончу, так сказать. Спасибо. Спасибо вам за терпение. Ну, можно я пока все вместе здесь? Вообще, мы очень редко друг к другу ездить стали. И я просто хочу официально сказать, вот я Андрею говорил, проявляйте инициативу, вот мы, если нужно, мы найдем, там, это, на поддержку, travel, там, локальные, это вообще по умолчанию, да, ну и дорогу, там я вот летел, ну самолет сейчас вообще копейки стоит. Короче говоря, вот было бы очень правильно, если бы мы немножко оживили контакты между нашей лабораторией и вашим, я бы... Вы с Виктором и Вомичем случайно обнажили, что количество сотрудников вашего института только на букву К вдвое превышает не, ну ВЛТФ сейчас больше 200 научных сотрудников работает, но там, правда, вот там большая фракция молодежи, там большая фракция опытных людей, а вот 40-летних плюс-минус... 250 человек... Ну, 250 с уборщицами, ну больше 200. Не, ну...